Здравствуйте, коллеги! Меня зовут Алексей Никитин. Я являюсь доцентом факультета ВМК МГУ и администратором паблика ВКонтакте Юрик Матани. Сегодня я хотел бы поговорить с вами о том, что такое математический анализ, из чего он состоит, и пропутешествовать с вами по этой большой-большой карте, которая включает в себя все темы математического анализа. На самом деле данный предмет изучается в математических факультетах в течение двух лет, четырёх семестров, и это четыре очень напряжённых семестра. Мы постараемся рассказать вам практически о важнейших моментах этого курса за пять часов. Математический анализ — это предмет, который ставит перед собой цель научить человека думать, изучить, обучить человека математическому языку и умение размышлять, проводить доказательства, строить примеры, контрпримеры. Математический анализ держится на трёх понятиях. Это понятие множество, понятие числа и понятие функции. Давайте немного поговорим о каждом из этих понятий. Вначале что такое множество? В некоторых книгах, причём даже в очень хороших книгах Кламогорова и Фомин «Элемент теории функции и функционального анализа» множество определяется как совокупность предметов одинаковой природы. Это не совсем правильно, потому что возникает вопрос, собственно говоря, что такое совокупность. Совокупность упорядочных свойств, объединение. Все эти слова нельзя определить без понятия множества. Существует ещё точка зрения, которой я сам когда-то придерживался, что множество — это, собственно говоря, неопределяемое понятие, множество, которое является первоначальным, изначальным в математике. И уже потом вся математика строится на этом понятии множества. Но это тоже не очень правильно, потому что на самом деле множество — это вполне определяемое понятие. Но для того, чтобы его определить, требуется немного уже поработать. Будем считать, что мы рассматриваем некоторые элементы, а множество — это объект какого-то более высокого порядка, которому данные элементы могут принадлежать, а могут не принадлежать. Не каждый объект мы можем назвать множеством. Все элементы множества, во-первых, они различны, то есть там нет двух одинаковых элементов, совершенно одинаковых двух элементов. А во-вторых, они различимы, то есть мы должны про каждый объект, каждый элемент, мы должны сказать, равны они или нет. Множество состоит из объектов, которые называются его элементами. Если элемент х принадлежит множеству а, то это записывается следующим значком. Х принадлежит множеству а. Если х не принадлежит множеству а, это записывается перечеркнутый значок. Х не принадлежит множеству а. Сами множества часто отображаются в фигурных скобках, перечислением своих элементов. То есть множество а, это есть некоторые множества, состоящие, например, из каких-то цифр 1, 2, 5, 6. Элементами множества могут быть тоже множества. То есть, например, множество а может состоять из множества, состоящего из элементов 1, 2 и элементов 5 и 6. Давайте введем для того, чтобы ввести понятие, значит, иногда множество образуется, используя так называемый принцип селекции. То есть пишется, что а – это множество всех х из какого-то всеобъемлющего множества м, таких, что выполняется какой-то предикат П от х свойства, к которому удовлетворяют все элементы этого множества. Для того, чтобы ввести понятие функции, давайте введем понятие упорядочной пары. Подупорядочной парой называется способ создания из двух объектов А и В одного. А, В обозначается так А, В. И эти упорядочные пары удовлетворяют характеристическому свойству. То есть упорядочная пара А, В совпадает с упорядочной парой С, Д. Тогда и только тогда, когда у них совпадают и первые элементы, и вторые. То есть А равно С, И, ну иногда еще такой значок И, используется Б равно Д. Упорядочная пара можно ввести более формально, а по Куратовскому это делается вот так. Значит, упорядочная пара называется множество, стоящее из элемента А и из двуэлементов множества А, В. Можно проверить, это не очень сложное доказательство, что таким образом введенная упорядочная пара по Вацлаву Куратовскому удовлетворяет вот этому характеристическому тождеству. Теперь мы можем ввести понятие функции. Декартовое определение множества А и В, обозначается следующим значком А и В, называется множество всех упорядоченных пар. А, В, где первый элемент А принадлежит множеству А большое, а второй элемент В принадлежит множеству В большое. любое подмножество Декартового определения А, В называется отношением. То есть, Р подмножество А, В называется отношением. Если А равно В, то отношение называется бинарным. Нет, называется бинарным. Теперь введём понятие функции, действующие из множества А в множество Б. Вначале введём его на интуитивном, наивном уровне. Значит, функция F, действующая из множества А в множество Б, называется закон, который каждому элементу из множества А ставит в соответствии единственный элемент из множества Б. По какому-то закону, который как раз и обозначается вот этой вот функции F. Данное определение, которое используется во многих книгах, на самом деле является не очень удачным, не очень хорошо масштабируется. Более формальное определение функции можно ввести, используя понятие отношения. Функция называется отношением, а на Б, который не содержит элементов с одинаковыми первыми элементами и разными вторыми. То есть для любого А из множества А большое существует единственный элемент из множества Б, назовем его Б маленькое, такие что упорядоченная пара А, Б лежит в отношении F под множеством Декартовопределения А, Б. Для всех А, для которых элемент Б такой существует, что А, Б лежит в множестве F, называется вот это объединение всех таких элементов называется областью определения функции F. И пишется значит А равно дом F некоторые авторы равно обозначают область определения, но данная функция может вообще говоря быть определена не для любого А из множества, не любого элемента из множества А большого. Тот элемент Б из множества Б большое, для которых А, Б лежит в F, обозначается возможно известным для нас способом B равняется F от А. То есть F от А это не функция, это обозначение образа элемента А при отображении F. Теперь давайте вкратце немножко поговорим о числе. Математический анализ это наука, изучающая числовые функции, то есть функции, действующие из некоторого подможества, ну пусть для начала вещественной прямой, F, V, числовая функция. Что же такое число? Значит, число можно вести совершенно разными способами. В многих учебниках они вводятся, используя модель вещественных чисел. Моделей вещественных чисел существует достаточно много. Самое популярное в отечественной математической литературе это, безусловно, наверное, модель, использующая бесконечно десятичные дроби. Есть способ введения через сечение множеств, через фундаментальные последовательности. Значит, это все коварентные способы введения вещественных числа. Но в последнее время и в западной литературе, и в современной отечественной литературе число вводится аксиоматически. Значит, давайте будем называть множество, ну, обозначим ее сразу же R и множество вещественных чисел, если вещественных чисел, если оно удовлетворяет ряду условий требованием аксиом. Во-первых, на этом множестве определено отображение, которое обозначается плюсик сложения, то есть оно сопоставляет, отображает за каждое впреждение это множество R на R в R. То есть паре двух чисел оно сопоставляет какое-то число. И вторая операция умножения, которая также действует из-за каждого впреждения, это множество в R. Эти две операции должны быть подчинены группам. Эти две операции должны быть ассоциативны. Давайте обозначать операции плюс и точка звездочкой, то есть А, для них А, В, С, и множество R выполняется А, звездочка, В, звездочка, С, это есть А, операция В, операция С. Должен существовать нейтральный элемент относительно операции сложения, который называется нулем. Существует ноль И z такой, что a плюс 0 равно 0 плюс a равно 0, равно a. Для умножения нейтральный элемент обозначается обычной единицей. a умножить на 1 равно 1 умножить на a равно a. Третья группа аксиом, что существование обратного элемента. Для операции сложения она обычно обозначается противоположным, обозначается минус a. Для любого a из множества r у нас существует элемент минус. А из r такой, что a плюс минус a равно минус a плюс a равно нейтральному элементу относительно сложения. И также для любого a из r существует обратный элемент. Вот для любого числа, не равного нулю, существует обратный элемент. То есть для любого a, r без нуля, существует обратный элемент. такой, что a умножить на a минус 1 равно a минус 1 на a и равно нейтральному элементу относительно умножения. И кроме того, обе эти операции должны быть коммутативны. То есть выполняется четвертая группа аксиом, что для любого a и b из этого множества выполнено, что a плюс b равно b плюс a, а умножить на b равняется b умножить на a. Если на множестве, ну мы обозначаем r, выполняются все эти четыре группы аксиом, то множество называется абелевой или коммутативной группой. Для операции сложения аддитивной группы, для умножения мультипликативной группы. Умножение дистрибутивное относительно сложения, то есть это связь между двумя этими операциями. Для любых a, b, c из множества r выполнено, что a плюс b умноженное на c, это есть a, c плюс b, c. Во множестве, которые удовлетворяют всем вот эти вот, есть две операции, две операции, которые удовлетворяют всем этим аксиомом, называется полем. Кроме того, на множестве r существует отображение, обозначенное меньше либо равно. Меньше либо равно действует из Декарта отображение r на r во множество состоящее из двух элементов 0 и 1, истинный или ложь. То есть для любых двух элементов a и b из множества r известно, выполняется ли вот это отношение меньше либо равно или нет. То есть выполнено или нет. Причём эта операция должна удовлетворять следующим аксиомом. Первое аксиомо, что a меньше либо равно а, называется рефлективность. Вот a меньше либо равно а, выполняется для любого а из множества r. Второе, транзитивность, если a меньше либо равно b и b меньше либо равно c, то из этого следует, что a меньше либо равно c. Третье свойство — антисимметричность. То есть из a меньше либо равно b и b меньше либо равно a, выполняется, что a равно b. То есть два этих отношения истинные тогда и только тогда, когда a равно b. Кроме того, для любых a, b из множества r выполнено. Либо a меньше либо равно b. Либо это отношение выполнено, либо нет. То есть известно нам для каждых элементов, потому что r. Известно, выполняется ли это отношение или нет. То есть это либо истина — один, либо a меньше либо равно b ложь. То есть а больше, чем b. Всем свойствам, которые я перечислил, удовлетворяет и множество рациональных чисел. То есть на множестве рациональных чисел существуют две операции — сложение и умножение, которое удовлетворяет всем аксиомам. Эти две операции дистрибутивны. У вас существует отношение неравенства a меньше либо равно b между любыми элементами из множества рациональных чисел. Однако последняя аксиома, последняя аксиома множество рациональных чисел уже не удовлетворяет. И последняя аксиома называется аксиомой кантера дадыкинда или принцип полноты. Принцип полноты. В чём он состоит? Если известно, что одно множество, если для любого а из множества а и любого b из множества b выполнено, а меньше либо равно b, то есть говорится, что множество а лежит левее множества b. Для всех таких двух множеств у нас существует разделяющий элемент. Существует разделяющий элемент из множества r такой, что а меньше либо равно c, меньше либо равно b. Для любых а из множества а и любых b из множества b. Очень важно, чтобы этот разделяющий элемент нашёлся бы сразу же для всех. Один и тот же элемент нашёлся бы сразу же для всех элементов из множества а и всех элементов из множества b. Принцип полноты. Собственно говоря, из данного принципа можно вывести весь курс математического анализа. Чем мы с вами и займёмся сейчас. Давайте поговорим немножко об ограниченных множествах. Множество а называется ограниченным сверху. Множество а называется ограниченным сверху. Если найдётся такой элемент m большое, вещественный такой, что он ограничивает сразу же все элементы множества а. То есть для любого а из множества а большое выполнено а меньше либо равно m большое. Множество а большое называется ограниченным снизу. Если существует такой элемент, он обычно обозначается m маленькое из множества r большое, такой, что для любого элемента а из множества а выполняется m меньше либо равняется а. Число m, ограничивающее множество а сверху, называется её верхней гранью. m это верхняя грань множества а. Ну или m маленькая это нижняя грань множества а. Задимся вопросом, а сколько у ограниченного множества есть верхних или нижних граней? Бесконечно много, потому что любое число превосходящее m большое также является верхней гранью множества а. Но обычно я на своих лекциях задаю такой вопрос, какая из верхних граней является самой важной для нас? Ну, понятное дело, самая маленькая. То есть самое маленькое число, ограничивающее множество а сверху, является самой важной, самой точной. Наименьшее из верхних граней множества а называется его точной верхней гранью. наименьшее из верхних граней множества а. А называется его точной верхней гранью. Обозначение гамма равно супрему множества а. То же самое наибольшее из нижней граней множества а называется его точной нижней гранью. И обозначение... Ну, давайте я в скобочках веду. Гамма есть инфимум множества а. Теперь зададимся вопросом, а существуют ли этот наименьшие или наибольшие элементы во множестве? Почему вопрос актуальный? Потому что даже для ограниченного множества, например, для интервала от нуля до единицы, может не существовать наибольшего или наименьшего элемента. Можно легко доказать, что для интервала 0.1 в нём нет ни наименьшего элемента, ни наибольшего. Поэтому вопрос о существовании супремума и инфимума ограниченного множества является актуальным. Ответ на этот вопрос даёт следующий принцип полноты, принцип точных граней. Справедлив принцип точных граней. У любого не пустого ограниченного снизу множества существует точная нижняя грань. Итак, принцип точных граней. Пусть А не пусто и А ограничено сверху, тогда существует наименьшее из его верхних краев. Тогда существует супремум это множество. Если множество А не пусто и ограничено снизу, то у него существует точная нижняя грань. Доказательство точно такое же. Итак, давайте проведём доказательство принципа точных граней, используя принцип полноты. Итак, рассмотрим множество В, множество всех верхних граней множества А. верхних граней множества А. То есть, для любого А из множества А и любого В из множества В выполнено неравенство А меньше либо равно В. но тогда, по принципу полноты, который мы формулировали ранее, у этих двух множеств существует разделяющий элемент. По принципу полноты существует элемент гамма, такой, что выполнено неравенство А меньше либо равно Гамма, меньше либо равно В. Для всех А из множества А и для всех В из множества В. Данный элемент гамма и будет точной верхней гранью множества А. А большую. Почему? Так как для любого А из множества А выполнено неравенство А меньше либо равно Гамма, то Гамма принадлежит множеству верхних граней В. Гамма принадлежит множеству В. Но из-за второго неравенства Гамма меньше либо равно В, следует, что Гамма — это наименьший элемент из множества В. Гамма — минимальный или наименьший элемент из множества В. Всё. По определению Гамма — это точная верхняя грань множества А. Более правильно формулировать эту теорему так, что пусть А не пустая, а ограничена сверху, тогда существует единственная точная верхняя грань. Но единственность элемента Гамма, точной верхней грани, вытекает из единственности минимума или единственности максимума для инфимума. Давайте перейдём к третьему принципу полноты, так называемому принципу вложенных отрезков. Принцип вложенных отрезков. Давайте дадим определение. Система отрезков АНДН называется вложенной. АНДН называется вложенный, если каждый следующий отрезок находится в предыдущем. Называется вложенный. если для любого натурального Н выполнено, что АН плюс 1 БН плюс 1 вложено в АН БН. То есть справедливо такое неравенство. А1 меньше ли бы равно А2, меньше ли бы равно и так далее, меньше ли бы равно АН, меньше ли бы равно и так далее, меньше ли бы равно БН, меньше ли бы равно и так далее, меньше ли бы равно Б1, меньше ли бы равно Б2, простите, меньше ли бы равно В1. Вот выполняется такое неравенство Итак, для системы вложенных отрезков справедлив следующий принцип полноты Итак, справедлив принцип вложенных отрезков Для любой системы вложенных отрезков Существует точка Это может быть не одна точка, их может быть много Точка, принадлежащая всем отрезкам этой системы Если среди отрезков входящих в систему вложенных отрезков Найдутся сколь угодно малые То есть для любого эпицинента больше нуля У нас найдется отрезок АН, БН Длиной БН-АН меньше, чем эпицинент То такая общая точка единственная А сама система вложенных отрезков называется системой стягивающихся отрезков А система вложенных отрезков называется системой стягивающихся отрезков Давайте докажем этот принцип, исходя из принципа точных граней Итак, доказательства Давайте выпишем то неравенство из определения системы вложенных отрезков А1 меньше либо меняется Меньше либо меняется АН Меньше либо меняется и так далее Меньше либо меняется БН Меньше либо меняется и так далее Меньше либо меняется Б1 Давайте рассмотрим множество всех левых границ отрезков АН-БН. Множество левых границ АН ограничено сверху, ну, любым БН. Оно не пусто, поэтому по принципу точных граней у этого множества существует точная верхняя грань. Существует супремум этого множества, который мы обозначим через альфа. Итак, аналогично множество всех правых границ отрезков АН-БН ограничено снизу, любым АН ограничено снизу. Значит, у этого множества существует точная нижняя грань. Точная нижняя грань. Так как число БЭТА ограничивает множество А сверху, множество, простите, множество АН сверху, а альфа — это наименьшее из чисел ограничивающих АН сверху, то БЭТА, то БЭТА, то АЛЬФА строго меньше БЭТА. Это значок меньше, это означает, что АЛЬФА меньше, либо БЭТА, и АЛЬФА не равно БЭТА. Кроме того, для всех АН-БН выполнено такое неравенство. АЛЬФА — это точная верхняя грань, ограничивает множество АН сверху, а БЭТА — это точная нижняя грань, множество правых границ, БН. Следовательно, весь отрезок АЛЬФА, БЭТА, который может переродиться в одну точку, вложен во все сегменты отрезки АН-БН. Следовательно, отрезок АЛЬФА, БЭТА вложен во все отрезки АН-БН. для любого натурального АН. Что и требовалось доказать. Единственность общей точки в случае системы стягивающихся отрезков доказывается от противного. Пускай АН-БН — система стягивающихся отрезков, и общая точка не единственная. Допустим, у нас есть две точки какие-то... Гамма-1 строго меньше гамма-2. Тогда мы можем сделать распорку. Гамма-2 минус гамма-1 пополам. Взять такое эпилент. Вот это гамма-2 минус гамма-1 пополам — это число, для которого не будет выполняться вот это. АН-БН минус АН меньше эпилент. Для такого эпилент гамма-2 минус гамма-1 пополам больше нуля, по нашему предположению, не найдутся отрезок АН-БН, такие, что БН минус АН будет меньше, чем вот это эпилент. Следовательно, в случае системы стягивающихся отрезков, у вас должно выполняться, что гамма-1 равно гамма-2. Это принцип вложенных отрезков ВЕШТОС. Обратим ваше внимание на важное утверждение, которое называется теорема Архимеда в нашем случае, АН иногда называется аксиом Архимеда, и звучит она следующим образом. Для любого вещественного числа А найдётся натуральное число Н, такое, что А строго меньше Н. То есть для любого вещественного числа найдётся натуральное число, его превосходящее. Давайте докажем эту теорему, используя принцип точных граней. Доказательство. Доказательство ведётся от противного. От противного. Пусть не существует... Пусть существует А из множества Р, для которого не существует натурального числа, его превосходящее. Пусть существует А из множества А, Р, для которого выполнено Н меньше либранного А для всех натуральных чисел. Но это подозрительно. Но пока ещё не противоречие. Это неравенство говорит о том, что множество натуральных чисел ограничено сверху. Кроме того, оно не пусто, а значит по принципу точных граней у него существует супрэму. Существует гамма супрэму множества Н. Ага, замечательно. Так как гамма супрэму множества Н, то есть это наименьшее из верхних граней множества Н, это означает, что если мы эту грань гамма чуть-чуть уменьшим, чуть-чуть уменьшенное число уже не будет ограничивать множество Н сверху. Найдётся Н со звездой натуральное число, такое, что гамма минус один будет строго меньше, чем Н со звездой. Ну вот и всё. Из этого неравенства вытекает, что гамма строго меньше Н со звездой плюс один. А Н со звездой плюс один это также натуральное число. Тут надо было, конечно, сказать побольше про натуральные числа. Ну, я надеюсь, что все слушающие меня люди, они понимают, что это натуральные числа, что Н со звездой плюс один это также натуральное число. Вот. Получается, что существует натуральное число больше, чем точная верхняя грань множества натуральных чисел. А это означает, что гамма не есть супремум множества Н. Противоречие. Такой значок, выслушательный знак в овале. Гамма — это не супремум множества Н. Вот это в нашем случае теорема Архимеда. Почему он называется Аксиом Архимеда? Потому что давайте сейчас набросаем небольшую картинку. Мы вначале постулировали принцип Палаты Кантра Дадыкинда. Из него вывели принцип точной грань. Из принципа точной грань мы вывели теорем Архимеда и вывели принцип вложенных отрезков. Однако, если предположить, что принцип Архимеда выплыл, то есть это аксиом Архимеда, то вместе с принципом вложенных отрезков вот из этого вытекает принцип полноты Кантра Дадыкинда. Как несложное доказательство можно попробовать показать, что из принципа точных граней выполняется принцип полноты. Следовательно, вот эти вот три принципа полноты, принцип полноты Кантра Дадыкинда, принцип точных граней и принцип вложенных отрезков являются эквивалентными для полей, в которых выполняется аксиом Архимеда, Архимедово поля. Они являются эквивалентными, и поэтому за аксиом можно выбрать было любое из этих трех утверждений. В зарубежной литературе практически во всех за изначальную аксиом выбирается как раз принцип точных граней, потому что с него удобно стартовать. Принцип полноты, который я вам формулировал, он легко из этого принципа точных граней выводится. Вот, однако это еще не все. Следующее утверждение, которое также является принципом полноты, называется Леммы Гейна Борреля. Давайте выведем Лемму Гейна Борреля из принципа вложенных отрезков. Лемма Гейна Борреля. Давайте введем следующее определение. Будем говорить, что системы интервалов АНБН покрывает отрезок АВ или давайте напишем покрывает множество Х Множество Х если для любого элемента из множества Х найдется интервал, давайте назовем альфа-бета из системы интервалов АНБН такой, что Х лежит в интервале альфа-бета. То есть над каждой точкой множества Х существует крыша в виде интервала его содержащего. Теперь давайте сформулируем важнейшее утверждение Лемма Гейна Борреля. У любой бесконечной системы интервалов покрывающей отрезок существует конечная подсистема также покрывающая этот отрезок. Повторяю. Для любой системы Лемма Гейна Борреля для любой системы интервалов анбн анбн покрывающий отрезок Абн отрезок Абн для любой такой системы существует конечная подсистема. Конечная подсистема также покрывающая отрезок Абн покрывающая отрезок Абн Абн иногда формулируется Лемма Гейна Борреля что у любого покрытия отрезка интервалами существует конечное подпокрытие. Доказательство этой важнейшей теоремы которая сводит что-то бесконечное к конечному важнейшая теорема как и все важнейшие утверждения очень просто формулируется очень просто доказывается оказывается и имеет много важнейших следствий. Итак доказательства этого утверждения производятся обычно от противного точнее я даже не знаю наверное его нельзя конструктивно доказать то есть если у вас есть отрезок есть система покрывающая этот отрезок вот по-моему невозможно указать конечную подсистему вот в этой бесконечной системе интервал доказательства от противного от противного от противного пусть у нас есть отрезок АБ пусть он покрывается бесконечной системой интервалов у которой нету конечной подсистемы также подкрывающая этот отрезок открываем активно пусть конечной системы не существует замечательно возьмем отрезок АБ он покрывается системой интервалов но в нем нету его нельзя покрыть конечной системой интервалов берем делим этот отрезок пополам если весь отрезок АБ нельзя было покрыть конечной системой интервалов то и хотя бы одна из этих половин хотя бы одну из этих половин нельзя покрыть конечной системой интервалов хотя бы одну может быть обе но хотя бы одну давайте предположим что это например левая половина мы обозначим эту половину А1 В1 а на ее нельзя покрыть конечной системой интервалов делим ее пополам хотя бы одна из половин нельзя хотя бы одну из половин нельзя покрыть конечной системой интервалов допустим правую обозначим ее А2 В2 если ее нельзя покрыть конечной системой интервалов то делим его пополам, опять получаем две половинки и так далее. В результате мы получаем систему вложенных отрезков ANBN. Точнее даже не вложенных отрезков, а систему стягивающихся отрезков. Получаем систему стягивающихся отрезков ANBN, N от 1 до бесконечности. Она по принципу вложенных отрезков имеет одну общую точку. Существует единственная точка С, принадлежащая сразу всем отрезкам данной системы. То есть принадлежащая объединению этих отрезков. Ну вот, смотрите. Если точка С принадлежит всем отрезкам этой системы, то она лежит изначально на отрезке AB. Если она лежала на отрезке AB, а система, сейчас, система интервалов... Ой, плохо, 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 плохо. Система интервала, давайте-ка мы обозначим ее как-нибудь по-другому. Система интервалов, давайте напишем αN, βN. То у нас найдется такой интервал из этой системы, которому точка С принадлежит. Давайте обозначим этот интервал α, β, которому принадлежит точка С. Давайте обозначим, другой цвет возьмем. С. И вот он покрывался изначально интервалом α, β. Альфа, β. Так как система отрезков АН, БН является стягивающейся, то рано или поздно отрезок какой-то АМ, БН полностью лежит в интервале α, β. По нашему предположению, каждый из этих отрезков нельзя было покрыть конечным числом интервалов. А тут получилось, что мы его покрыли одним интервалом α, β из изначальной системы интервалов, покрывающих данный отрезок. Все. Лема и Гейна Боррель доказаны. Для того, чтобы поговорить о следующем принципе полноты, который называется принципом Бальцана-Верштрасса, мы должны ввести одно важнейшее определение, важнейшее понятие предельной точки множества. Итак, число А называется предельной точкой множества А большое. Представляете так, предельной точкой х большое множество. х большое, если в любом интервале содержащем точку А, содержащем А, найдутся, найдутся. Давайте напишем. На самом деле, хотя бы одна точка из множества х, отличная от А. Ну да, я тебе напишу, чтобы проще было, найдется бесконечно много точек. Бесконечно много. Много точек множества х. Ну давайте я нарисую картинку. Вот у нас есть вещественная прямая, и вот тут какое-то множество х. Ну, по-моему, оно должно быть бесконечным. Вот множество точка А называется предельной точкой множества х. х, если какую мы бы не взяли бы, какой бы мы не взяли бы интервал, содержащийся эту точку, вот такой большой, или совсем-совсем маленький, вне зависимости от этого в этом интервале найдется бесконечное множество точек из х. Множество х. То есть это такая точка, они еще называются точкой сгущения, точкой накопления. Тут вот интервал, содержащий точку А, называется окрестностью. В любом интервале, содержащем А, вот это очень важное понятие математического анализа, понятие окрестность. Окрестность точки А. То есть окрестность точка А называется любой интервал, содержащий данную точку. Обозначение следующее. У от А. От немецкого слова ум, ум, гебум. Ну, иногда это Б от А, значит, неважно. Вот. Точка А называется предельной точкой множества х. Если в любую ее окрестности найдутся точки из множества х, отлично от самой точки А. Найдется бесконечно много точек множества х. Простой задачей для вас будет такая, значит, докажите, что если в любой окрестности точке А найдется хотя бы одна точка, отличная от А, то таких точек в каждой окрестности бесконечно много. Это понятие предельной точки множества. Давайте рассмотрим несколько примеров. Пример номер один. Это отрезок от нуля до единицы. Множество предельных точек. Давайте это обозначим х. Множество предельных точек х со звездой. Ну, это, очевидно, самый отрезок от нуля до единицы. Потому что любая точка из этого отрезка в любой своей окрестности содержит бесконечно много точек этого отрезка от нуля до единицы. Однако, если это точка 0 либо 1, граничные точки, то эта окрестность будет односторонней. То есть, у вас существуют только точки больше, чем 0, подлежащий отрезок от нуля до единицы, подлежащий, или меньше, чем 1, подлежащий отрезок от нуля до единицы. Второй пример. Интервал от нуля до единицы. Множество предельных точек этого множества это, опять же, отрезок от нуля до единицы. Потому что, если изначально у нас граничные точки не включались в это множество, но обе эти точки являются предельными точками интервала от нуля до единицы. То есть, в любой окрестности точки 0, правой окрестности, и в любой левой окрестности точки 1 найдется бесконечно много точек из интервала от нуля до единицы. Третий пример. Это интервал от нуля до единицы, объединенный с точкой 2. Множеством предельных точек этого множества является, опять же, отрезок от нуля до единицы. Опять же, отрезок от нуля до единицы. Потому что точка 2 не является предельной, потому что, например, для окрестности, ну, например, полтора, 2 и 1, в этой окрестности нет ни одной точки множества. Множество х, отличной от точки 2. Точка 2 везде, в каждом этом интервале лежит, но она только единственная. Важный термин. Все точки множества, не являющиеся предельными, называются изолированными. В данном случае 2 это изолированная точка. Изолированная точка множества х. Теперь мы готовы сформулировать принцип Бальцана-Вирштрасса. Итак, определив принцип Бальцана-Вирштрасса, следующий принцип. Полноты. Принцип Бальцана-Вирштрасса. У любого бесконечного ограниченного множества существует хотя бы одна предельная точка. хотя бы одна предельная точка. Доказательство этого принципа также производится от противного. Пусть множество, давайте назовем его множество х, пусть множество х ограничено, бесконечное, но не имеет ни одной предельной точки от противного. пусть пусть не существует ни одной предельной точки. ну пусть, пусть множество предельных точек множество х пустое. Пустое. Ну, хорошо. так как х ограничено, так как х ограничено, у нас найдется отрезок АВ полностью содержащий множество х. ну, ограничено, может, отограничено сверху и снизу. Такое, что х лежит во множестве АВ. Отрезок АВ лежит на отрезке АВ. Ну, давайте рисовать картинку. Итак, вот у нас наш отрезок АВ. А вот тут расположено как-то множество х. Вот какие-то тут может быть какие-то интервалы, отрезки. Вот это такое множество х. Все точки этого множества лежат на отрезке АВ. Ну, это может быть такой отрезок вот такой отрезок АВ какой угодно. Он не обязательно должен был вот таким самым маленьким. Если у множества х нет предельных точек, значит во множестве АВ нет. Ну, в отрезке АВ нет предельных точек. Это противно. все множество х лежит на отрезке АВ в силу того, что она ограничена. Давайте для любой точки х из множества х большое построим окрестность у от х ее содержащей. объединение объединение всех этих окрестностей очевидно покрывает отрезок АВ. То есть отрезок АВ вложен в это объединение этих интервалов. ну, замечательно. Так как у множества х со звездой нету предельных точек, это означает, что ни одна из точек отрезка АВ не является предельной для множества х. а значит во всех вот этих интервалах от х находится лишь конечное число точек множества х. Ну, уже почти все доказали. Вот эта вот система интервалов покрывает отрезок АВ. Поле Мигейна Борреля Поле Мигейна Борреля мы можем выделить из этой системы конечную подсистему, конечное подпокрытие. Конечное у, давайте назовем так, у от х1 и так далее, у от хн конечное подсистема покрывающая отрезок АВ. Подсистема подсистема покрывающая АВ. АВ. Ща Б. Ну, хорошо. В каждой этом, в каждой этом интервале, в каждой этой окрестности существует лишь конечное число точек множества х. Всего у нас есть конечное множество этих интервалов. А значит, так как отрезок АВ содержит все точки множества х, у нас найдется лишь конечное число точек множества х. в каждой окрестности у катоксита конечное множество точек множество х большое. Ну, все. Следовательно, множество х конечное противоречие. Противоречие с тем, что множество х бесконечное ограниченное множество. давайте теперь поговорим о мощности множества. Это важное понятие мощность множества. Значит, если у нас есть два конечных множества, то есть множество, состоящее из конечного числа элементов, то мы можем сказать, в каком из этих множеств находится большее число элементов. вопрос становится гораздо сложнее, если два множества являются не конечными, а бесконечными. Но, в принципе, смысл остается примерно таким же. Значит, иногда я задаю такие вопросы, вот, когда читаю лекцию, я задаю коллегам вопрос, собственно говоря, скажите мне, пожалуйста, кого здесь больше, студентов или стульев, на которых сидят студенты. Ответ всегда моментальный, стульев больше. И я их спрашивал, собственно говоря, ну, тут, допустим, 400 стульев, 300 студентов, собственно говоря, как вы это поняли, не пересчитывая студентов и стулья. Ну, ответ очень простой. Некоторые стулья остались незанятыми. Некоторые стулья остались незанятыми, и поставив аналогию между стульями и студентами, так что один студент сидит на одном стуле, сразу очевиден ответ, что стульев больше. По такому принципу, собственно говоря, и работает вот это сравнение бесконечных множеств. Для двух бесконечных множеств определить, в каком из них большее число элементов сложнее, чем в конечном. Для этого используется следующий термин, следующее определение. Определение. два множества А и В называются эквивалентными. Если между ними можно установить взаимно однозначное соответствие. если между ними можно установить взаимно однозначное соответствие. соответствие. То есть любому элементу А из множества А можно поставить в соответствии единственный элемент из множества В можно сопоставить единственный элемент В из множества В большая и наоборот пи и наоборот то есть любому элементу из множества В сопоставляется единственный элемент из множества А. И так вот важное очень понятие эквивалентные множества. А получается это вот так. А эквивалентно В. Множество А и В в этом случае эквивалентные множества называются равномощными. А и В равномощными. Давайте рассмотрим несколько примеров. Первый пример известный вам со школы прямоугольник Сторона прямоугольника верхняя эквивалентная в стороне нижней Мы можем просто сопоставить точки ее проекцию на нижнюю сторону. Катят и гипотенуза в прямоугольном треугольнике также являются эквивалентными мы можем просто точно точно также спроецировать все точки гипотенузы на катет Обращаю ваше внимание что гипотенуза строго больше любого из катетов но эти два множества являются эквивалентными равномощными в смысле этого определения Если кто-то из вас знает что такое стереографическая проекция то проецируя то есть если у нас есть прямая есть окружность без выклотой точки мы проецируем из этой точки выклотой проводя прямые отрезки соединяющие эту выклотую точку с точками прямой мы можем поставить в соответствии точку на окружности x точки которые лучше пересек прямой ну вот понятие это понятие эквивалентности является эквивалентностью множества является частным случаем такого важного понятия эквивалентности между элементами некоторого множества мы будем говорить что отношение является отношением к ленту между элементами одного множества если выполняются три условия три аксиомы каждый элемент а эквивалентен сам себе это рефлексивность как у нас было помните вещественных числах рефлексивность вторая симметричность если а б то а симметричность там у нас была антисимметричность потому что есть а меньше лимоно б б меньше лимоно а изг burnout только что а равно б симметричность И транзитивность, то есть а эквивалентно b, а b эквивалентно c, то а эквивалентно c, транзитивность. Можно доказать, что обведенная нами высшая эквивалентность между множеством, такое, является отношение и эквивалентность. Отношение и эквивалентность разбивает всякое множество, в данном случае это множество, совокупность всех множеств, на классы эквивалентности. Класса эквивалентности. Отношение эквивалентности, вот это отношение эквивалентности, разбивает все множество на классы эквивалентностей. То есть, одному классу принадлежат эквивалентные друг другу элементы. Будем рисовать вот множество, вот множество, значит, если два множества лежат в одном классе эквивалентности, то они, если будем говорить, что множество эквивалентные друг другу принадлежат одному классу эквивалентности, а если неэквивалентные, то разные. Класс, которому принадлежат эти множества, называется мощностью. Это множество или кардинальным числом. мы будем говорить, что если множество а и b эквивалентны, то кардинальное число а равно кардинальному числу b. можно доказать, что отношение эквивалентности множеств, введенное в этом определении, является отношением эквивалентности по этому определению, а значит совокупность тех множеств разбивается на классы эквивалентных между собой множеств, и мы будем говорить, что два множества имеют одинаковую мощность или одинаковое кардинальное число, если они принадлежат одному классу, а если не эквивалентны, то разным классам. Определение. Будем говорить, будем говорить, что множество, что мощность множества В не меньше мощности множества А, множество В не меньше мощности множества А, если существует подмножество множества В, такое, что В1 эквивалентно множеству А. То есть существует подмножество множества В, эквивалентно множество А. В этом случае мощность множества А называется не больше мощности множества В. Определение. Кардинальное число А строго меньше кардинального числа В. Если во-первых мощность множества А не больше множества мощности В, их мощности различны. Своими словами это можно так сказать. Если существует В1 из множества В, такой, что В1 эквивалентно А, но не существует подмножество множество А эквивалентно всему множеству В. Определение. если множество А эквивалентно множеству натуральных чисел, то есть ее элементы можно пересчитать, то множество А называется счетным. Называется счетным. Счетным. Итак, теперь мы готовы сформулировать теорему Георга Кантора. Теорему Кантора. Множество точек отрезка от нуля до единицы не является счетным. Не является счетным. Сам Кантор доказывал эту теорему много лет и он доказал ее, если я не ошибаюсь, построив так называемый Канторовский диагональный процесс. Расположив бесчастные числа в виде бесконечности сечной дроби, но мы подойдем немножко по-другому. Значит, смотрите. Рассмотрим точки отрезка от нуля до единицы. И будем считать, что все точки этого отрезка можно пересчитать. ну то есть вот эти точки отрезка х1, х2 и так далее, хн и так далее. Возьмем точку х1, лежащую на отрезке 0,1. и давайте теперь рассмотрим отрезок лежащий в отрезке от нуля до единицы, не содержащий точку х1. назовем этот отрезок 1, b1. Смотрим на вторую точку х2. Если х2 лежит вне отрезка 1, b1, мы можем взять опять отрезок 1, b1. А если х2 лежит внутри отрезка b, мы всегда можем с вами взять отрезок лежащий в 1, b1, не содержащий точку х2. На третьем шаге мы рассматриваем точку х3, которая если лежит в отрезке а2, b2, в нем находим мы можем найти отрезок назовем его а3, b3, отрезок точек отличных от x3 и так далее. Мы получаем с вами систему вложенных отрезков, которая по принципу вложенных отрезков, по принципу Вейерстрасса, имеет общие точки, хотя бы одну общую точку. обозначим эту общую точку хотя бы одну гамма. Эта точка гамма лежит во всех отрезках, мы производим это бесконечное число раз, уменьшение отрезка. Эта точка гамма лежит в каждом из этих отрезков. то, что она лежит в отрезке а1, b1, означает, что она отлично от точки x1, то, что она лежит в а2, b2, значит, что она отлично от точки x2, а3, b3 отлично от x3 и так далее. Мы получаем, что вот эта общая точка вот этой системы вложенных отрезков а1, bn отлично от всех перечисленных точек x1, x2 и так далее, xn и так далее. Ну вот, значит, мы нашли хотя бы одну точку гамма не посчитанную вот здесь, а следовательно точек в отрезке, в точке отрезка нельзя пересчитать. Нельзя пересчитать. Этим доказывает теория Кантера. Докажем еще одну теорему Кантера из теории множества. Пусть у нас есть некоторое множество а, обозначим как 2 в степени а, это множество всех подмножеств множества а. То есть а и 2 в степени а. Теория Кантера гласит, что мощность множества а строго меньше мощности 2 в степени а. Давайте это докажем. Доказательства опять проведем от противного. во-первых, давайте докажем, что мощность множества а меньше либо равна мощности множества 2а. Это очень просто, потому что мы можем вот в этом множестве оно состоит из одноэлементных множеств, множества а, так называемые синглитов. И поэтому множество множества множества мощность множества а не больше. Мощности множества 2 степеня, то есть множество всех подможеств множества а. Давайте докажем, что на самом деле здесь строго знак неравенства строго меньше. Итак, хорошо, от противного от противного пусть множество а и множество всех подможеств множества эквивалентны. Пусть а эквивалентны. 2 в степени а. Ну можно объяснить, почему это 2 степени а обозначается. Посмотрите в соответствующее видео. Если а эквивалентна 2 в степени а, то между этими множествами существует взаимно означенное соответствие. Давайте обозначим его фи. Ну пи от а существует фи взаимно однозначное соответствие между этим двумя множествами. Хорошо, если все элементы множества а может поставить в соответствии какому-то элементу из множества всех подможеств этого множества, то мы можем ответить на вопрос, лежит ли данный элемент в элементе, которому соответствует или нет. и так назовем элемент множества а хорошим хорошим если он соответствует точнее простите если он лежит во множестве которому соответствует если а лежит фиата и плохим если этот элемент не лежит фиата ну давайте найдем хотя бы один хороший элемент очевидно что если что элемент соответствующий всему множеству а безусловно является хорошим потому что ну потому что он лежит в этом множестве по определению элемент ну давайте напишем так элемент х такой что фиат х равно а ну а это одно из подмножиц вот это множество 2 в степени а поэтому у нас какому-то элементу х из множества а ставится в соответствии все множество а вот этот элемент х очевидно является хорошим очевидно хорошим очевидно хороший а элемент давайте так напишем элемент х из множества а такой что фиат х равна очевидно хороший а элемент у из множества а такой что фиат у равно пустому множеству очевидно является плохим очевидно плохой очевидно плохой ну потому что пустого множества в нем нет никаких элементов поэтому данный элемент у он не может лежать во множестве которому соответствует ну хорошо обозначим через b множество всех плохих элементов и только их b множество всех плохих элементов и только их ну понятно что b есть под множеством множества а а значит b есть элемент множества 2 степня множество всех подможеств ну хорошо по нашему предположению существует элемент из множества а который соответствует множеству всех плохих элементов и так пусть давайте сюда перейдем пусть b па 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 сейчас простите пусть b есть фи от b то есть элемент множества а соответствующий множеству всех плохих элементов внимание вопрос каким является элемент b маленькая плохим или хорошим если он плохой то значит он лежит во множестве b а значит он лежит во множестве которому соответствует это значит что элемент b хороший если элемент b хороший то он лежит во множестве которому соответствует то есть он лежит во множестве Б большое которое состоит из всех плохих элементов такого не может быть противоречия я это не записывал но мне кажется что понятно что я имел ввиду мы не знаем какой это элемент хороший или плохой а по нашему предположению все элементы множества А разделяются либо на плохие либо на хорошие вот этим была доказана теорема Кантера что гласящее что мощность множества А строго меньше мощности всех его подможеств используя эту теорему было введено понятие вот так вот все мощности множества были названы Георгом Кантером буквами АЛЕФ АЛЕФ 0 это счетное множество можете посмотреть в наших лекциях объяснение того что счетное множество самые маленькие следующее множество мощности АЛЕФ 1 это множество всех подмножеств счетного множества далее АЛЕФ 2 это мощность множества всех подмножеств множество АЛЕФ 1 и так далее то есть всевозможных мощностей у нас бесконечное число ну вот тут был самим Кантером сформулирован такой вопрос по поводу того а есть ли мощности между вот этими АЛЕФ 1 АЛЕФ 0 мощность множества эквалентному отрезку от 0 до 1 называется мощность континуума то есть множество называется континуальным или имеется мощность континуума если она эквалентна отрезка от 0 до 1 ну вот и собственно говоря гипотеза Кантера заключалась в том что если мы возьмем отрезок 0.1 то любое подмножество этого отрезка 0.1 оно является либо континуальным любое бесконечное подмножество отрезка 0.1 оно является либо континуальным либо счетным то есть нету промежуточных мощностей и вот это было сформулировано гипотезом континуума Кантера который утверждал что таких промежуточных мощностей нету но он сам ее не смог доказать и доказал ее только через некоторое время австрийский математик Гёдль он доказал что гипотеза континуума Кантера не противоречит аксиоматике теории множества аксиоматике термиума Фрэнкли но он не смог тоже ее доказать окончательно данный вопрос был закрыт доказан нашим современником Пол Коэном который доказал что и отрицание гипотезы континуум также не противоречит аксиоматике теории множества следовательно гипотезу континуума нельзя ни доказать ни опровергнуть используя аксиоматику теории множества вот это красиво красиво очень красивый результат который чем-то он похож на результат этот про 5 постулат Евклида геометрия Лобачевская ну и теперь давайте перейдем к такому важному частному случаю функции а именно к числовой последовательности значит мы будем называть отображение из множества натуральных чисел множества вещественных чисел числовой последовательности числовая последовательность ну точнее даже знаете как лучше написать отображение из n в некоторое подмножество x множество r числовая последовательность элементы последовательности f от n обычно обозначают как множество в которое они отображаются x и вместо x от n ставится x с индексом n то есть вот это от x n это числовая последовательность чп давайте чп так определение числовая последовательность xm называется ограниченный если найдется такое m больше м такое что для всех натуральных n выполнено неравенство модуль xm меньше либо равно m ну то есть найдется такое число m которое ограничивает все элементы этой последовательности это называется ограничено определение числовая последовательность xm называется неограниченное ну как строить определение записанное в квантерах отрицание к этим определениям достаточно просто мы квантеры существуют меняем для любого для любого оно существует и знаки не раз на противоположном так неограниченное если для любого числа m можно даже писать любого m вещества у нас найдется найдется такой номер n со звездой натуральной такой что по 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 модуле xm больше чем m неограничено дальше определение число последовательность xn называется бесконечно малой называется бесконечно малой бесконечно малой собственно говоря математический анализ он изначально назывался как раз курсом бесконечно малого что-то это очень важное понятие и так акцент называется бесконечно малой почему он очень важный потому что понятие предела понятие чего-то бесконечного как раз оно дается через понятие бесконечно малой и так последовательность xn называется бесконечно малой если бесконечно малой b.m будем означать если для любого эпсилента большого нуля найдется номер n который вообще говоря зависит от этого эпсилента но обычно если пишется для любого существует то тот существует он должен зависеть от этого для любого но я буду от чего зависеть писать потому что это тоже важно существует и над эпсилент натуральное число такое что для всех номеров начиная с этого номера выполнено неравенство в модуле xn меньше строго меньше этого эпсилента то есть начиная с какого-то номера все элементы последствий становятся по модулю меньше чем эпсилент маленькие число последствий xn называется бесконечно большой бесконечно большой или бесконечно большой определенного знака если для любого числа а сколько большим мы бы не выбрали найдется число n такое что для всех n начиная с этого номера выполнено модуль xn больше чем а но определенного знака тут иногда вот этот модуль опускается опускается то есть пишется xn больше а или тогда называется бесконечно большая положительная последность xn меньше минуса это бесконечно большая отрицательная последность отрицательного знака вот мне кажется вам должно быть понятно что понятие бесконечно большой последности и неограниченной последности разное ну если последность бесконечно большая то она безусловно является неограниченной но не наоборот вот я вам предлагаю построить пример неограниченной последности не являющейся бесконечно большой теперь я сформулирую теорему свойства бесконечно малых числовых последностей. Ну, я ее просто сейчас перечислю. Если вы хотите посмотреть доказательства, попробуйте, можно доказать сами. Она совсем не сложная. Первое свойство бесконечно малая числовая последность является ограниченной. Второе. Если альфа-н бесконечно малая последность, а х-н ограниченная числовая последность, то их произведение является бесконечно малой. Бесконечно малой. Числовой последностью. Ну и третье свойство. Если альфа-н и бета-т-н это бесконечно малые последности, то альфа-н плюс-минус бета-т-н и альфа-н умножить на бета-т-н также являются бесконечно малые. Ну, видно, что вот эта теорема является следствием этих первых двух пунктов. Ну, попробуйте, это совсем простое утверждение, тем простое упражнение. хорошо, дальше можно поговорить о связи бесконечно малых последствий, бесконечно больших последовательностей. То есть, если альфа-н бесконечно малая и все элементы, которые я равен мулю, то один делить на альфа-н уже является бесконечно большой последовательностью. Ну, вот такие вот дела. Используя понятие бесконечно малой последовательности, вводятся важнейшие определения из теории числовых последовательностей, а именно понятие предела числовой последовательности. Введем определение. Число b называется пределом числовой последовательности xn если последовательность состоящая из разности вот так вот скобки я напишу xn-b бесконечно малая возможно если вы запишите определение бесконечно малой последовательности, то вы как раз получите определение предела, которое возможно вы слушали на занятиях по математическому анализу. Давайте это проделаем. Для любого основного 0 найдется номер n большое значит это эпидемент такой, что для всех n начиная с этого номера xn-b бесконечно малая то есть xn-b меньше эпидемент вот это определение того, что число b является пределом последовательности xn ну вот значит это очень важное понятие уводится теорема доказательства теорема свойства числов последовательности мы тоже сформулируем если хотите доказательства то можете посмотреть в лекциях или докажите сами это было полезным упражнением не очень сложным итак свойства свойства сходящихся числовых последностей они чем-то похожи на свойства бесконечно малых последностей но чуть-чуть другие все-таки итак первое если xn а обозначение коллеги значит если существует b являющихся пределом последствий xn то это обозначается вот как предел xn при n стремящемся к бесконечности равен b или xn стремится к b при n стремящемся к бесконечности так вот так вот есть ли последствий xn сходящейся то она является ограниченной ограниченной второе второе существует единственный предел последности xn и третье свойство что если предел последности xn равен числу a предел последности yn равен числу b то предел xn плюс минус yn при n стремящемся к бесконечности равен a плюс минус b предел xn умножить на yn равен a умножить на n b и предел частного xn деленное yn равно a деленное на b ну понятно что предел частного у нас существует если все yn не равны нулю и число b не равно нулю ну давайте например докажем ну давайте докажем первые два а вот третье вы как просто какое-то упражнение не очень сложное вы можете его тоже доказать и так xn сходящая если xn ограниченная значит есть ли xn сходится xn сходится к числу b давайте напишем то для любого y больше нуля найдется номер n большое такой что для всех n начиная с этого номера выполняется точнее так xn минус b меньше y давайте раскроем этот модуль перенеся b влево и вправо получаем минус y плюс b меньше xn и xn меньше чем b плюс y а значит начиная с номера n все элементы этой последности лежат вот в этом интервале от b минус y до b плюс y лежат y трубки y трубки числа b поэтому если мы возьмем константу m равную максимум модуль x1 x2 x n большое так где это написано вот xn большое и дополним его двумя числами модуль b минус эпсиент модуль b плюс эпсиент то вот это число m ограничивает смотрите определение ограниченной последности ограничивает все члены последности xn все члены последности xn ну вот значит вот это доказано второй пункт доказывается противного пусть у вас предел xn равен b1 и равен b2 b1 не равно b2 тогда значит xn минус b1 равно альфа n а xn минус b2 равно btn точнее говоря могут быть разные бесконечно малые последности альфа n и btn тогда получается что если мы вычтем одно из другого у нас получится вот это стираем это сократится и здесь получается b1 минус b2 равно btn минус альфа n и вот тут смотрите друзья если перейти к пределу приемность стремящегося бесконечности то справа у нас стоит равность двух бесконечно малых то есть бесконечно малая последность а вот это по нашему предположению не равны не равно нулю поэтому при переходе к пределу приемность стремящегося бесконечности правая часть стремится к нулю а левая не равна нулю все противоречие так что мы тоже доктали пункт а вот третий попробуйте сами поупражняйтесь но тут единственная сложность хотя бы какая-то она заключается в доказательстве то что частные пределов предел частного частного предела вот это более-менее тяжелая теремия все остальные две они очень простые ну давайте рассмотрим еще одну теорему из темы числовые последности предельный переход и неравенство предельный переход и неравенство ну давайте я буду доказывать картинками потому что не хочется сейчас много писать это все в моих лекциях было доказано четко значит если у нас есть две сходящиеся последности хм сходящий чисел а и пределы у н равену b ну давайте я вот не буду значок писать n стремится бесконечности значок предела я чуть-чуть уменьшу вот и причем а строго меньше b тогда тогда найдется такой номер n большое такой что для всех номеров n больше чем этот n большое начиная с этого номера n большое выполняется выполняется неравенство xn меньше чем y ну вот ну доказательства этого факта давайте проведем графически более строгое доказательство либо придумайте сами либо вот посмотрите в любом учебнике или в любых лекциях вот допустим вот а строго меньше b и вот смотрите вот это а это b а сюда здесь мы отложим номера числовой последности и вот по определению предела найдется номер предела последности xn найдется номер n1 такой что начиная с него все элементы последности xn попадают в эпистену трубочку числа а вот они вот где-то здесь вот ходят а начиная с номера n2 все элементы последовательности yn попадают уже в какую-то эпсилен трубочку числа b вот тут они могут располагаться как угодно понимаете и элементы последовательности xn и элементы последовательности yn но мы знаем что начиная с n1 все элементы последовательности xn попали вот в эту эпистену трубочку а все элементы последствий YN попали в верхнюю эпицинт-трубочку. И получается, что все элементы, если взять вот эти вот эпицинт, оно же для любого эпицинта в нашей власти, любой эпицинт, все элементы последствий YN попадают сюда, они строго больше, чем элементы последствий XN. Это более аккуратно. Собственно говоря, это уже практически доказательство. Можете просто вас писать на языке эпицинт-N. Это теоремия несколько важных следствий. Значит, если у вас для всех следствия, следствие, если для всех натуральных N, ну или начиная с некоторого номера, выполняется XN больше, чем YN, то, и обе эти последствия сходятся, то их пределы связаны вот таким неравенством, не строгим, обращавши внимание, что здесь, вот здесь неравенство не строгое. То есть, если тут XN строго больше YN, то пределы могут быть, могут и совпадать. Ну, легкий пример. 1 зеленый на N строго больше, чем 1 зеленый на N плюс 1. Вот. Но это стремится к нулю, это тоже стремится к нулю. Кстати, можете доказать, вот используя теорему Архимеда, которую мы с вами разбирали. Ну, а 0 равно 0. Ну, вот. Если XN больше либерной YN, то у нас вот такое же неравенство, ну и так далее. Следующее важное следствие вот этой теоремии, если все элементы последствий XN лежат на отрезке АБ, то и предел последности XN, в случае ее сходимости, также лежит на отрезке АБ. Вот так. И последней в этом списке является знаменитая теорема, теорема о двух милиционерах, как было в нашей молодости. Сейчас она переименована в теорему о двух полицейских, а в, значит, западной литературе американской эта теорема иногда называется теоремой о гамбургере. И я вот студентам, когда с ними говорю, я шучу, всегда вот менталитет русского человека и американца. Значит, в чем же состоит теорема о двух полицейских? Давайте назовем ее так. Теорема о двух полицейских. Теорема о двух полицейских. Я напишу для любого натурального числа n, а можно, начиная с какого-то номера, выполняется вот такое неравенство. xn меньше либо равно yn меньше либо равно zn. И пусть вот эти последовательности xn и zn сходятся, причем сходятся к одному и тому же числу. А давайте обозначим. Тогда вот этой последовательности yn, которую ведут две последовательности xn и zn, тоже ничего не остается, как сходиться к тому же самому числу а. И это теорема, которая очень часто используется на практике при увеличении пределов, потому что очень часто какой-то сложный предел можно ограничить с двумя... Предел сложной последовательности можно ограничить снизу и сверху какими-то двумя очень простыми последовательствами. Но обычно одна из последовательностей это даже константа определяется, найдется. Ну вот, значит, вот она теорема. Если для любого n выполняется вот это неравенство, xn и zn стремятся к числу а, то yn также стремятся к числу а. Ну вот. Так, ну, доказательство всего факта дается вам на дом. Можно просто-напросто нарисовать картинку. Давайте нарисуем картинку. Вот, допустим, число а. И вот у вас... Кстати говоря, я тут, я не помню... А, да, я сказал, начиная с максимума, с этих двух чисел, они вот лежат вот в этой вот... Они друг от друга отделены. Ну, тут то же самое. Если у вас, начиная... Вот, все элементы последовательности xn для любого ипсона большего нуля. Начиная с номера n1 лежат в ипсоне, так и есть в точке а. Вот. А все элементы последовательности zn лежат в ипсоне, так и есть в точке а. Начиная с номера n2, то, понятное дело, значит, начиная с максимального из этих двух номеров, n1 или n2, у вас yn тоже лежат между вот этими элементами. То есть, если это лежит в ипсинт-окрестности, и это лежит в ипсинт-окрестности, ну, тут можно использовать, что это будет меньше, чем а плюс ипсинт, а это будет а минус ипсинт. Ну, вот так, да, получается, что yn у вас лежит от а минус ипсинт, да, плюс ипсинт, то есть yn минус а, это по модулю меньше, чем ипсинт. Это как раз определение того, определение того, что а есть предел последовательности y. Одной из самых простых классов последовательности являются монотонные последовательности. Дадим определение. числа и последовательности xn называются неубывающей, если для всех натуральных n выполняется xn плюс 1 больше либо равно xn. xn называется не возрастающей, если для любого n выполняется обратное неравенство, то есть xn плюс 1 меньше либо равно xn. ну, xn называется убывающей, если так, давайте напишем убывающей, если xn плюс 1 строго меньше, чем xn, возрастающей, если xn плюс 1 строго больше, чем xn. Последовательности неубывающей, не возрастающей называются монотонными. Убывающей, не возрастающей называются иногда строго монотонными, иногда просто монотонными. Ну вот. Вопрос о сходимости монотонных последовательности. Заметно проще, чем вопрос о сходимости произвольных числовых последностей. Потому что здесь справедлива теорема Вейерштрасса критерий сходимости числовых последностей. пусть пусть последность xn ну давайте напишем монотонно вот монотонно возрастает это вот так обозначается сейчас xn не убывает это вот так не возрастает вот так убывающий это вот так возрастающий вот так и так пусть xn не убывает тогда тогда последствия xn сходятся тогда и только тогда t это t тогда и только тогда когда xn ограничено тогда xn ограничено причем пределом последности xn является точная верхняя грань данной последности ну это теорема она собственно веря почему она называется теорема Вейерштрасса она ну равносильна принципу полноты Вейерштрасса ну в одну сторону это очевидно уже мы доказали что если xn сходится то она ограничена вот в обратную сторону это может вообще говоря и не быть так потому что не любая ограниченная последность сходится так коллеги понятно значит если у вас последность xn какая-то произвольная и сходится то она ограничена значит если она монотонна то она тоже ограничена сходится она сходится тонна ограничена вот обратная вообще говоря неверна для произвольной последности можно рассмотреть такой пример xn равно минус 1 в степени n но это последность какая там получается минус 1 1 минус 1 1 минус 1 1 она безусловно расходится это можно доказать можно можно доказать но она ограничена ограничена там не знаю по модулю числом полтора ну вот а для монотон это понятное дело не монотонная последность а для монотонной последности ограниченность сверху является как бы достаточно для ее сходимости ну доказательство этого факта ну я говорю попробуйте может быть сами потому что это собственно говоря такое достаточно простое следствие следствие ну давайте я покажу вам значит если xn давайте рассмотрим множество значений последностей в фигурных скопах часто в литературе фигурных скопах сама последность обозначается но на самом деле это не очень правильно потому что все-таки фигурных скопах это множество значений последовательности должно обозначаться и так рассмотрим множество значений последности оно не пусто по условию теоремы и ограничено сверху например ограничено сверху следовательно у нее существует точная верхняя грани принцип полноты принцип точной грани ПТГ супремум существует супремум по всем этой последовательности обозначим его за альфа ага вот это число альфа если мы его чуть-чуть уменьшим смотрите альфа минус эпсилент какое-то произвольное эпсилент у нас по определению точной верхней грани найдется такой номер хн большое строго больше чем этот альфа чуть-чуть уменьшенный ага и все так как хн не убывает последность то все остальные элементы последности вот они сюда попадают то есть получается что все они ограничены сверху этим альфа это супремум последности и строго больше чем альфа минус эпсилент ну альфа у вас строго меньше чем альфа плюс эпсилент для любого эпсилента больше нуля вот и все доказали мы доказали что для любого эпсилента большого нуля все элементы последности начиная с какого-то номера попадают вот в эту эпсилент трубку чайфа ну вот следовательно значит критерий сходимости монотонной последности критерий сходимости ой-ой-ой я плохо тут написал критерий сходимости монотонной неправильное название монотонной числовой последности да извините я ошибся третий сходимости монотонной числовой последности ну вот это такой вот набросок доказательств уверяют все более строго можете посмотреть в любые книжки давайте теперь поговорим о таком важном понятии в теории числовых последностей как подпоследовательности итак давайте напомню вам определение последовательности это было отображение из множества n во множество какое-то числовое множество x ну вот теперь если мы будем получаем какую-то последность x1 x2 и так далее xn и так далее вот если мы теперь возьмем не все натуральные числа а только часть этих натуральных чисел ну например каждое второе каждый второй элемент последности то есть x2 x4 x6 и так далее x2n и так далее или например каждый нечетный элемент последовательности или например каждый элемент последовательности делящийся на 3 с остатком 1 или вообще какие-нибудь номера произвольные k1 k2 и так далее xkn вот вот такое множество такое отображение называется подпоследовательностью вот значит вот это оно обязательно же бесконечным вот это подпоследовательность числовой последовательности xn это очень важное понятие вот я бы хотел чтобы вам всем было это понятие ну как-то вот осязаемо осязаемо потому что вот вокруг этого очень много различных задач и утверждений и много разных красивых вещей давайте чуть-чуть поговорим о подпоследовательности от подпоследовательности числовой последовательности рассмотрим такую теорему что если последовательность xn сходится то есть существует предел последовательности xn равный а то и любая ее подпоследовательность также сходится к числу а то и любая ее подпоследовательность сходится к числу а даже можно более такое более строгое сильное утверждение сказать что последовательность сходится тогда и только тогда когда значит сходится любая ее подпоследовательность к одному и тому же числу ну доказательство на самом деле оно очень простое я бы хотел чтобы вы может быть посмотрели его сами потому что вот если мы возьмем любую подпоследность xkn то ее номер kn он будет строго больше ну больше либо равен n ну равен когда kn равны n ну вот и поэтому если у вас предел последности xn равен a то записав это определение либо и больше нуля найдется номер n такое что для всех n начиная с этого номера выполнено неравенство модуль xn минус a меньше и но так как все kn у вас не меньше чем n то значит kn будет больше чем n то и элементы xkn также у вас попадают в эпизодную трубку числа a ну понятно это представить картинку то вот ну пусть вот тут вначале они ходят как угодно но начиная с какого-то номера они все попадают вот в эпизодную трубку числа a то есть a минус эпизод a плюс эпизод вот тут они все вот здесь лежат и собственно говоря все элементы последовательности они также лежат вот здесь ну теперь мы можем с вами сформулировать доказать теорему которая звучит точно так же как один из принципов полноты теорема Бальцана вирши трасса теорема Бальцана вирши трасса сформулируется так как это очень важная теорема одна из важнейших теорем вот этой всей темы то формулируется очень просто очень просто доказывается имеет очень много очень-очень много приложений и следствий итак у любой ограниченной числовой последовательности есть хотя бы одна сходящаяся подпоследовательность у любой ограниченной числовой последовательности есть сходящаяся подпоследовательность у любой ЧП есть ограниченной ЧП есть сходящаяся ПП подпоследовательность ну доказательство этого факта оно достаточно реальное если у нас уже доказан принцип Бальцан-Верштраса и собственно говоря эта теорема она является анеквелентна принципу Бальцан-Верштраса напомню что такое принцип Бальцан-Верштраса значит у любого ограниченного бесконечного множества есть хотя бы одна предельная точка предельная точка хорошо рассмотрим множество значений последовательности хн ну эти числа последовательности хн обозначим это множество может быть либо бесконечным либо конечным ну давайте построим пример числовой последовательности имеющей только лишь конечное число значений ну мы уже строили хн равно минус 1 в степени н минус 1 в степени н это у вас минус 1 1 минус 1 1 и так далее то есть это множество у вас будет состоять из двух чисел минус 1 1 то есть это множество всех значений последовательности оно может явно быть конечным оно не обязательно даже бесконечное вот но если у вас оно конечное то обязательно найдется бесконечное множество элементов равных вот этому самому числу но не может быть у вас иначе всего элементов последовательности бесконечное а значений конечно значит какому-то из этих значений может быть обоим вот как здесь может быть только одному как например вот последовательность ну как они там 1 1 2 3 4 4 4 4 4 тут уже множество значений будет 1 2 3 4 но тут бесконечно много четверых то есть если конечно то у нас существует бесконечно много номеров номеров таких что х с этим номером равны вот это постоянному числу ну вот это если множество конечно если же оно бесконечно если оно бесконечно пусть х бесконечно то так как оно ограничено ограничено последствия то по принципу Бальца на Верштрассе вот последнего принципа который мы пока с вами изучили по принципу Бальца на Верштрассе у него есть хотя бы одна предельная точка то есть вот пусть все элементы последствий вот они лежат на таком отрезке АВ то есть существует точка в любой окрестности которой С в любой окрестности которой расположено бесконечно много элементов последовательности ХН но это и значит что у вас существует подпоследовательность сходящаяся к ну это такая простая задача существует подпоследовательность сходящаяся к вот этому числу С тут может быть не одна предельная точка может быть их там несколько может быть их очень много может быть их даже континуум может быть этих предельных точек но хотя бы одна точно будет и вот тогда значит есть числовая последовательность которая сходится к этому числу вот это теорема Бальцана Вейерштрасса ну более такое строгое доказательство вот может посмотреть в книгах или в лекциях ну вот теперь давайте рассмотрим какую-то произвольную ограниченную числовую последность она может быть и расходящейся может быть сходящейся но если она расходится ну нам это собственно говоря не важно нам важно что если она ограничена то по теореме Бальцана Вейерштрасса множество ее предельных точек не пусто в силу ограниченности и не пустоты по принципу точных граней принцип точных граней помните я его напомню это означает что у любого ограниченного сверху не пустого множества есть единственная точная верхняя грань ограниченная снизу точная нижняя грань по принципу точных граней у нас существует инфимум множество давайте обозначим х со звездой наверху это множество всех предельных точек числовой последовательности xn давайте x со звездой n xn со звездой по принципу точных граней найдется точная ну значит если xn ограничена давайте написим xn ограничена то по принципу точных граней у нас существует инфимум xn со звездой а также супремум этого множества вот существует инфимум существует супремум вот теперь давайте докажем коллеги что инфимум совпадает с наименьшей сейчас я не сказал значит вот число такое что существует под последовательность xn сходящаяся к нему называется частичным пределом последовательности xn частичным пределом также вводится понятие предельной точкой последовательности то есть это точка в любой окрестности которой найдется бесконечно много элементов последовательности xn это как аналогия с предельной точкой множества так вот по принципу точных граней у нас существует инфимум множество всех предельных точек и супремум множество предельных точек вот давайте докажем что инфимум это есть минимум этого множества а супремум это максимум множество предельных точек понятно что если минимум существует то это инфимум если максимум существует то это супремум но у нас уже были примеры множеств бесконечных для которых инфимум существует интервал 0-1 например инфимум 0 но это не минимум потому что у нас нету наименьшего элемента то же самое про супремум ну вот а для вот этого множества xn со звездой множества всех предельных точек числовой последовательности xn эти два понятия совпадают эти понятия совпадают ну давайте это докажем сейчас давайте докажем итак давайте докажем ну давайте докажем для этого то есть то что они существуют следует из принципа точных граней вот давайте супремум мы обозначим как-нибудь я не знаю x чертой наверху например x чертой наверху это будет супремум множество предельных точек ну вот это вот x чертой наверху вот по предельнию супремума если мы его немножко уменьшим это же наименьшее из верхних граней поэтому если мы его немножко уменьшим то это число уже не будет ограничивать множество xn со звездой сверху то есть для любого эпизин большего нуля у нас найдется ну давайте назовем его альфа из xn со звездой такой что альфа больше чем супремум xn со звездой уменьшенный на эпизин ну вот этот супремум вот у нас взято какое-то эпизин это x минус эпизин и вот она предельная точка этого множества альфа так как это предельная точка то для любой окрестности этой предельной точки в любой окрестности найдется бесконечно много элементов последовательности xn остальное дело техники берем эту последовательность такой маленький настолько маленькой что все вся эта окрестность лежит в этой эпизин от окрестности точке x чертой но если его взять настолько маленький что вся эта окрестность лежит в эпизин с точкой x чертой то это значит что все элементы входящие в эту окрестность попадают еще и в эту окрестность а значит в силу произвольности эпизин x чертой наверху также является предельной точкой x чертой предельная точка мы взяли какая-то x чертой какая-то точка мы взяли ее чуть-чуть уменьшили получили внутри бесконечно много элементов последовательности x n а это означает что это тоже есть предельная точка значит вот это вот это это принадлежит x n со звездой ну то есть мы понимаем что не всегда x n со звездой не всегда супремум кого-то множество лежит в этом множестве но супремум множество предельных точек всегда лежит в этом самом множестве. Такие множества называются замкнутые. То есть множество, которое содержит все свои предельные точки, они называются замкнутыми. Отлично. Мы показали, что супремум есть. Значит, он можно назвать наибольшей предельной точкой. И как раз наибольшая предельная точка называется верхним пределом последовательности xn. Обозначение вот какое. xn предел с чертой наверху. Точно так же можно доказать существование минимума множества xn со звездой. И этот минимум, наименьшая предельная точка последовательности xn, называется ее нижним пределом. Ну вот. Это вот такие вот важные понятия. Верхний и нижний предел числа. После того, как мы ввели два понятия верхнего и нижнего предела, мы можем с вами сформулировать теорему критерий сходимости. Сходимости числовой последовательности. Ограниченная числовая последовательность, ну, давайте назовем xn, сходится тогда и только тогда, когда ее верхний и нижний предел совпадают. Когда ее верхний и нижний предел совпадают. Когда ее верхний и нижний предел совпадают. Ну, доказательства всего факта. Может быть, оставлено вам видеоупражнение. Ну, а если вы не хотите, давайте послушайте мой комментарий. Ну, в одну сторону. Пусть xn сходится. Тогда, значит, сходится и любая ее подпоследовательность. Значит, все предельные точки слипаются в одну. Очевидно. Очевидно. А в обратную сторону чуть-чуть посложнее. Но если у вас, значит, эти два... Ну, вообще, коллеги, если у вас последовательность ограничена, то у вас существует только лишь конечное число точек, лежащий вне интервала нижний предел минус эпизлент до верхнего предела плюс эпизлент. Ну, понятно. Так, это нижняя предельная точка, это верхняя предельная точка. Вне этого интервала не может быть у вас предельных точек, потому что иначе у вас... Вот. Не может быть здесь бесконечно где-то предельная точка или здесь предельная точка. А это значит, что вот вне этого интервала у вас лежит только лишь конечное число точек. Тут нужно быть аккуратным, потому что если бы я вот здесь минус эпизлент и плюс эпизлент не взял бы, то вот уже на отрезке от нижнего предела до верхнего предела вообще говоря, могло не лежать ни одного элемента последовательности. Ну, например... Так, ладно, давайте я докажу эту теорему. Значит, ну, тут всё понятно. Если у вас это равно этому, то это у вас превращается всё в интервал а минус эпизлент до а плюс эпизлент. А это значит, что все элементы последовательности лежат вот здесь. А значит, они все лежат начинают с какого-то номера в эпизлент трубке числа а. А значит, а это предел числовой последовательности. Ну вот. Значит, давайте пример. Пример того, что вообще говоря... Ну, терем доказан. Терем доказан. Пример того, что вообще говоря, вот в этом отрезке может не лежать ни одного элемента последовательности х-н. Ну, например, давайте что-то типа такого. Э-п-п-п-п-п-п-п-п. Минус 1 в степени n. Я сейчас буду придумывать. минус минус 1 в степени n делённый на n вот как-то так, наверное так, что будут за элементы ну понятно, что нижний предел это будет минус 1 минус 1 а верхний предел будет плюс 1 плюс 1 потому что вот этот вот член стремится к нулю при стремящемся бесконечности ну а тут у вас будет минус 1, плюс 1, минус 1, плюс 1 минус 1, плюс 1 поэтому минус 1 и плюс 1 это будут две предельные точки этой числовой последовательности, два частичных предела вот, однако все элементы этой последовательности они будут минус 1 так, 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 так вот, может быть, плюс нужно было написать я хочу, чтобы 1 был да, наверное, вот вот так, коллеги минус 1 в степени n плюс минус 1 в степени n делённый на n то есть это будет у вас минус 1 при n равной единице будет минус 1 минус 1 на минус 2 при n равной 2 это будет 1 плюс 1 вторая да, посмотрите, пожалуйста минус 2 это будет полтора следующее это будет n равное 3 минус 1 минус 1 треть видите ну, если я не ошибся вот, вот, как-то так это даже вот, вот они вот сюда будут сходиться вот они сходятся отсюда и сходятся вот вот отсюда вот а здесь вот ни одного элемента последовательности не будет вот так что это такая вопрос не совсем простой давайте поговорим коллеги про такое важное ну, возможно важнейшая теорема из курса математического анализа критерий Каши это критерии Каши они тянутся по всему курсу математического анализа и не все из этих критерий понятное дело далеко не все придумал Каши но они все носят его имя потому что Агустен Луи Каши он был тем, кто придумал первые критерии хотя как говорят в некоторых источниках он даже не первым придумал первый критерий Каши то есть первый критерий Каши который мы сейчас с вами обсудим критерий сходимости критерий Каши сходимости числовой последности первым был такой другой математик Гейне вот он был как раз первым кто доказал критерий Каши вот это такой вот интересный исторический казус так вот значит дадим определение числовая последность ХН называется фундаментальной или сходящейся в себе или последовательностью Каши называется фундаментальной фундаментальной или последностью Каши если для любого эпицент большего нуля найдется номер Н большое в общем вера зависит от этого эпицент такой что для всех Н и М начиная с этого номера выполняется неравенство модуль ХН минус ХМ Н минус ХН минус ХМ меньше чем эпицилент эпицинент ну понятно что вот это вот это и вот это одно и то же одно и то же ну так вот теперь мы можем ну коллеги тут значит доказывается утверждение что если числовая последность ХН фундаментальна фундаментальна то она ограничена а собственно говоря друзья давайте подумаем чтобы сыграть в чем состоит фундаментальность последности это означает что начиная с какого-то номера элементы с номерами большим чем этот номер н большое удалены друг от друга это же просто расстояние между ХН минус ХН и ХМ вот это расстояние меньше чем эпицинент меньше чем эпицинент то есть они бесконечно сближаются друг с другом начинают с кого-то номера ну и понятно что если последность фундаментальна то она ограничена потому что у вас они все как бы первые дом номера большого мы можем просто перенумеровать а остальные они будут удаляться друг от друга не больше чем на эпицинент то есть они не могут куда-то там в неограниченное залезть ну вот и после это формулируется критерий Каши последний принцип полноты который мы рассмотрим в нашем курсе лекции критерий Каши сходимости числовой последовательности так как это критерий формулируется он уже как критерий числовая последовательность ХН ну или просто числовая последовательность сходится тогда тогда и только тогда тогда и только тогда когда она фундаментальна когда она фундаментальна фундаментальна ну в одну сторону это такая несложная алгебраическая задачка я имею ввиду исходимость и фундаментальность исходимость и фундаментальность элементарна то есть пусть ХН сходится тогда для любого Эпсинт больше нуля найдется номер Н большое такое что для всех Н начиная с этого номера выполняется что модуль ХН минус А меньше Эпсинт и тогда модуль ХН минус ХМ будет у вас прибавим и вычтем А под модулем ХН минус А плюс Х ну знаете плюс ну я так напишу плюс А минус ХМ НМ больше чем вот это Н большое ну давайте так чтобы совсем вот Эпсинт попал здесь поставим это меньше Эпсинт попал это меньше Эпсинт попал значит это будет вот вот так ну вот значит в одну сторону это все элементарно в другую сторону это тоже в принципе не сложно то есть доказать что исходимости следует фундаментальность то простите что из фундаментальности следует сходимость значит пусть ХН пусть ХН пусть ХН фундаментально значит что она ограничена значит по теореме Бальцанови Штрасса у нее есть сходящаяся подпоследовательность сходящаяся подпоследовательность ХНК например мы обозначим ну вот а тут собственно говоря дальше нужно просто аккуратно доказать что если последность фундаментальна что если у нее есть сходящаяся подпоследовательность то и вся последовательность сходится к пределу этой самой подпоследовательности мы понимаем что если у какой-то последовательности какая-то подпоследовательность сходится то сама последовательность может расходиться у нас уже такие были примеры минус один степень Но если последность фундаментальна, то начиная с какого-то номера все элементы этой последности удалены друг от друга не более чем на эпсилент. И значит они не могут разлететься и вся последность сходится к тому же самому числу, что и под последовательность. Вот, ну более такое строгое доказательство вы можете провести сами, это не так сложно. Это там несколько наверное строчек. Вот, поэтому критерий Каши, сходимости числовой последности, это есть следствие принципа Бальцана Ветштрассе. Мы получили с вами такую картинку Принципы полноты Принцип полноты Кантера Дадекинда Принцип точных граней Принцип ложных отрезков Кантера Дадекинда Лемма Гейна Борреля Принцип Бальцана Ветштрасса Критерий Каши И вот здесь еще аксиома Архимеда Можно доказать, я вот это иногда на своих лекциях делаю, что Если за изначальную аксиому принять критерий Каши То есть что любая фундаментальная последность сходится Последность сходится только тогда, когда она фундаментальна Ну вот, нам там нужно только в одну сторону, вот в эту Что фундаментальность сходится Любая фундаментальная последность сходится И исправедлив принцип Архимеда Давайте у меня квадратик возьмем То вот из этого вытекает принцип точных граней Это не сложно совсем доказать, но можете посмотреть Принцип точных граней Который в свою очередь эквивалентен принципу полноты А это означает, что вот эти вот шесть принципов А также достаточно много других теорем Вот теорема Бальцана Вирштрасса, например Сюда можно записать Сюда можно записать также критерии сходимости Критерии сходимости монотонной последности Критерии Вирштрасса Вот эти все теоремы Они являются эквивалентными в архимедовых полях То есть в полях, в которых все архимеды выполняются Ну вот, поэтому мы, собственно говоря, могли Выбрать любой из этих принципов В качестве такой изначальной теоремы Курса математического анализа И вот, значит, из нее потом весь курс математического анализа построить Но обычно вот это либо вот это выбирается Либо вот это Скажем так, в отечественной литературе обычно принцип полноты первым берется А в зарубежной принцип точных граней Обычно Вот такие вот дела Давайте поговорим немножко о классе числовых последностей Которые являются исключительно важными Это так называемые числовые ряды Они настолько важные, что во многих курсах математического анализа Числовые ряды, тема числовые ряды Она отделяется от темы числовые последности Хотя, безусловно, это одно и то же Итак, числовые ряды Под числовым рядом мы будем понимать формально составленную сумму Каких-то вещественных чисел Элементов последовательности Сейчас такой значок Сумма по n от 1 до бесконечности А n Вводится понятие сходящегося числового ряда То есть, что эта сумма, вообще говоря, бесконечная Имеет конечную сумму Значит, определение Число с Называется Суммой Суммы Суммы ряда А n А сам ряд Числовой ряд А n Сходящимся Если 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 Числовая последовательность Сумма по k от 1 до n Ну, то есть, если мы возьмем первые n слагаемых этой суммы бесконечной И Получим Числовую последовательность Которая будет зависеть от этого номера n То Вот эти вот Числовая последовательность Если 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 Она сходится к числу s При n Стремящемся к бесконечности То То Говорится Что это число s Называется Суммы ряда Вот этих Акат Правильно Ну, понятно Что Вообще говоря Сходимость Числового ряда Она эквивалентна Сходимости Числовых последовательностей Его Частичных Сумм Вот это Обозначается С С индексом n Частичная Сумма Частичная Сумма Числового ряда Ак А Ак А Вот И тут Изначально Рассматриваются Числовые ряды С Знакоопределенными Знакоположительными Членами Членами Вот Если у вас Для любого Натурального К Ак Строго Больше Нуля То ряд Называется Знакопределенным Знакоположительным В данном случае Знакоположительным И о его сходимости Можно сказать Достаточно легко Почему? Да потому что То В этом случае Если все Ак Больше нуля То Последовательность С С Является Строго Возрастающей То есть Каждый раз Прибавляем К ней Строго Положительное Число Число А Если Только тогда Когда Последовательность Его Частичных Сум Ограничена Элементарное Следствие Критерия Сходимости Монотонной Последовательности Для Знака Неопределенных Числовых Рядов Тут Уже так Просто Сказать О его Сходимости Нельзя Для Знака Неопределенного Числового Ряда Тут Уже Ограниченность Она Вообще Говоря Не будет Необходимым И достаточным Условием Сходимости Можно Построить Простой Пример Когда Чисточная Сумма Ряда Является Ограниченным Ну Минус Один Степенью Н Это Будет Минус Один Ноль Минус Один Ноль Минус Один Один Ноль Понятно Что У вас Частичные Суммы Этого Ряда Ограничены Но Последовательность Числового Ряда Он Не сходится Значит Не 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 сходится Да Ну вот Поэтому тут Требуются Более Такие Тонкие Признаки Тут опять же Играет Большую роль Критерий Каши Критерий Каши Сходимости Числового Ряда Это Он Справедлив И для Знака Положительного Ряда Критерий Каши Сходимости Числового Ряда Теорема Критерий Каши Сходимости Числового Ряда Числового Ряда АН Сходится Вот такой Значок Сходится Тогда И только тогда Когда Выполняется Условие Каши Условие Каши То есть Любовь Сан Большого Нуля Найдется Н большое Такое Что Для Всех Н И М Начинать С этого Номера Модуль Суммы К Равно Н Плюс Один До Н Плюс Так Н Плюс Один Н Так давайте Знаете что Запишем Вот в каком виде Н Для Любого Н Большего Чем Это Н И любого Натурального П Сумма По модулю К От Н Плюс П АК Меньше Чем Эпсилит Вот Это Вот Условия Каши А сходится Числовый ряд Тогда И только тогда Когда Он Удовлетает Условия Каши Ну Доказательство Этого Критерия Уже Простое Потому Что Значит Если У вас Ну Если Мы рассмотрим просто Вот Эту Сумму Которая Здесь Это Просто СН Минус СН Плюс П Вот Это Равносильно Но Это Значит Это Фундаментальность Последовательности Частичных Сумм Данного Ряда Вот Так Хорошо Значит Так Хорошо Хорошо Давайте Рассмотрим Такой Пример Очень важный Очень важный Пример Расходящегося Ряда Кстати говоря Из этого Критерия Каши Выполняется Такое Важное Следствие Следствие Которое Называется Необходимое Условие Сходимости Числового Ряда Необходимое Условие Сходимости Числового Ряда Если Числового Ряда АК Сходится То Его Кат И член Стремится К нулю При К Стремящемся Бесконечности Это Выполняется Прямо вот Из этого Неравенства Мы Кладем Равное Одному И Тут Получается Что Эта Сумма Перерождается А1 Элемент АН плюс 1 Который По модулю Меньше Числового Ну вот Если Ряд АК Сходится То К Это Необходимое Сходимости Числового Ряда Но Оно Не является Достаточным Давайте Рассмотрим Пример Самого Знаменитого Пожалуй Расходящегося Числового Ряда Для Которого Выполняется Это Необходимое Условие Сходимости Это Гармонический Ряд Это Гармонический Ряд Сумма Обратных Натуральных Чисел Вот Эта Сумма Является Расходящейся В силу того Что Каждый Каждый Из Членов Этой Последности Является Строго Положительным То Оно Расходится К Ага Окей Давайте Обозначим Эту Вот Вот Такую Последность Сумма От 1 до Н 1 делить на К Обозначим через Н Ну Н Гармоник И Давайте Рассмотрим Вот Эту Сумму Из Условия Каши Сумма К От Н Плюс 1 до Н П 1 Делить на К Давайте Ну Модуль можно не писать Потому что все эти положительные члены 1 Делить на Н Плюс 1 Делить на Плюс 2 Плюс и так далее Плюс 1 Делить на Н Плюс П Теперь Смотрим Какой из этих слагаемых самая маленькая Ну Понятно что они все уменьшаются 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 и вот это самое маленькое Всего слагаемых П штук Если мы возьмем самая маленькая П раз мы безусловно нашу сумму уменьшим П Делить на Н Плюс П И теперь Давайте запишем отрицание условия Каши Ну прям вот можно здесь Вот так Где-то Где-то Существует эписент больше нуля Такое что для любого N найдутся номера N большое больше чем это N Найдется натуральное П Найдется натуральное П Что Вот это сумма АК Больше либо равно эписент Вот Вот теперь давайте найдем П Такое чтобы вот эта величина была бы вполне такой осязаемой Ну и вот тут вот Канонично положить P равное N Если взять P равное количество вот этих членов То мы получаем N делить на 2N То есть одна вторая Студентам это иногда не очень понятно Почему как это мы так вот берем Ну вот сейчас чуть-чуть поговорим об этом Одна вторая То есть это как раз то эписент Больше которого будет вот эта вот Сумма из критерий Каши Ну вот Значит посмотрите коллеги Тут все не так плохо на самом деле Считается что физики считают этот ряд сходящимся Почему? Да потому что он расходится к плюс бесконечности Очень-очень медленно Очень-очень медленно Посмотрите Для того чтобы Эта сумма Вот частичная сумма гармонического ряда Выросла на Одну вторую Одну вторую Требуется взять Столько же слагаемых Сколько было с самого начала То есть Рост этой суммы Очень-очень медленный Можно доказать такую знаменитую формулу Эйлера Что он растет как логарифм То есть Н Это логарифм Плюс Константа Эйлера Плюс Бесконечно малая Вот это вот Формула Эйлера Очень важными Определениями Сходимости Числовых рядов Является Характер сходимости Характер сходимости Давайте введем определение Будем говорить Что Числовой ряд АН Сходится Абсолютно 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 Если Сходится ряд Из модулей АН Будем говорить что ряд а-н сходится условно, если сам этот ряд сходится, но ряд азмодулей расходится ну то есть не существует предела четырестых сумм вот этого ряда значит абсолютно или еще безусловно мне кажется что вот это было бы название более удачным сейчас мы поймем почему значит ряд сходится условно если ряд сходится, но ряд из простите модулей расходится ну пример условно сходящегося ряда можно вот такой минус 1 степень n деленный на n так называемый ряд лейбниц вот сам он сходится это не очень сложное упражнение ну мне для этого нужно было бы разложение в ряд тейлора использовать вот сходится но ряд из модулей это весь гармонический ряд он расходится поэтому данный ряд он сходится условно ряд лейбниц сходится условно ну вот и я хотел бы тут рассмотреть две теоремы которые многие считают самыми красивыми теоремами вообще всего курса математического анализа это так называемые теоремы риммана и теоремы каши теорем риммана и теоремы каши для начала давайте поговорим немножко о перестановке членов ряда то есть вот пусть у вас есть какой-то числовой ряд и мы берем и перемешиваем слагаемые в этом ряду ну для первого мы ставим а2 потом а4 потом а8 теперь а1 плюс атриги плюс и так далее вот это вот нижний ряд называется перестановкой перестановка для плюсоновая ряд а вот один перестановка стрелка 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 с туаловый ряд А все сидели и диктовали как такую мантру. От перемены мест слагаемых сумма не меняется. Я помню, А плюс Б равняется Б плюс А. Это коммутативное сложение, о котором мы говорили. Но тут надо сделать важное уточнение, что от перестановки мест слагаемых конечная сумма не меняется. А вот для бесконечной суммы все может быть совсем по-другому. Совсем по-другому. Спределили следующую теорию. То есть, значит, зададимся вопросом. Вот этот переставленный числовой ряд, он является... Ну, он как бы сходится ли он... Вот если это сходится, например, да? Сходится. То сходится ли вот этот ряд? Если сходится, то к какой сумме? Вот ответ на этот вопрос зависит от того, сходится ли этот ряд условно или абсолютно безусловно. Спределили вот такие красивейшие теоремы. Теорема Каши. Теорема Каши. Если числовой ряд АН сходится абсолютно к какому-то числу С, то и любая его перестановка, то и любая его перестановка так же сходится к той же самой сумме. Так же сходится к этой сумме. Ну, а если ряд АН сходится условно, теорема Риммана... Если числовой ряд АН сходится условно к числу С, ну и неважно, в каком числу, неважно, то для любого числа, для любого числа L, давайте напишем от минус до плюс бесконечности, включая границы. Вот я позволю себе святотатство и вот так напишу. Ну, вы понимаете, да? Это означает, что любое вещественное число, а так же плюс и минус бесконечности. Вот для любого такого числа L найдется перестановка перестановка членов условно сходящегося ряда АН. Я бы, знаешь, вот так. Афиатен. Сходящиеся к числу L. Доказательство и этой теоремы, и этой теоремы очень, ну, несложное. Я могу вам рассказать, например, сходимость вот догадательства теоремы Риммана. Доказательства теоремы Риммана собственно говоря, как строится такая перестановка. Потому что теорема Риммана, она, так скажем так, более неожиданная. Мы привыкли понимать, что от переменными слагаемых сумма не меняется. И вот если ряд сходится абсолютно, то теорема Каши говорит, что он все равно будет сходиться к тому же самому числу вне зависимости от перестановки. но вот если он сходится условно, то здесь, ну, если он сходится условно, коллеги, у вас значит, что, во-первых, тут догадательство, оно разбивается на такие вот куски. У вас, во-первых, вы должны доказать, что у вас число членов, ну, это так, число положительных и отрицательных членов бесконечно. Бесконечно. Ну, это, по-моему, достаточно просто понять. Если бы оно было бы там, например, положительных бесконечно, а отрицательных конечно, то мы бы все отрицательные выбросили бы, оставили бы только положительные, и он бы у нас ряд сходился бы абсолютно, что не так, потому что он сходится условно, ряд с модулей расходится. Вот, и положительных, и, значит, отрицательных бесконечно. Причем, можно доказать, что вот, давайте так напишем, а с плюсиком, они уходят, вот это положительные члены, вот этот ряд расходится, ну, расходится, понятно, плюс бесконечности, а вот этот ряд, а с минусиком, все отрицательные, он тоже расходится к минус бесконечности. Ну, и, собственно говоря, дальше мы рисуем картинку. Рисуем картинку. Вот оно число L, какое-то произвольное. Вот оно. Мы берем такое количество положительных членов, чтобы сумма вот этих вот положительных членов стала бы больше L. И после того, как мы дошли до этого L, ну, например, L больше 0, мы начинаем бросать сюда отрицательные члены. и снижаем нашу сумму до тех пор, пока оно не провалилось под L. После этого начинаем бросать положительные члены. как только они превышают L, мы начинаем туда кидать отрицательные члены. И вот они вот так вот колеблются. И понятно, что от этого L они отдаляются не более чем на последний вот добавленный член. Вот тут он меньше L, а тут вот провалился уже больше L. Понятно, что вот эта разница суммы частичной и L по модулю, она будет меньше, чем последний член. и потом вот этот вот последний член, последний член, последний, последний. А последний член в силу условной исходимости числового ряда стремится к нулю. Понимаете? Так что вот тут они колеблятся вокруг нужного нам числа. Ну, собственно говоря, тут можно доказать это более понятно сделано строго, но я думаю, как бы для первого знакомства с этой теоремой, ну, может быть, не первая, по крайней мере, вспомнить эту теорему это вот вполне достаточно, но вот можете посмотреть доказательства в лекциях. Итак, давайте теперь займемся опять перейдем к функциям и рассмотрим вопрос о пределе функции в точке. Итак, пусть у нас есть какое-то подмножество E действительный прямой R ну, мы будем считать, что E это область определения функции F дальше у меня всегда E будет обозначать область определения функции F, поэтому вы просто привыкнете. Значит, под функции я напомню, называется некоторое отображение закон, некоторый закон, по которому каждому элементу из множества E ставится в соответствии единственный элемент из множества в котором действует, то есть, если функция F действует с E в R, то значит, мы каждому элементу из множества E ставим в соответствии по закону F некоторый элемент из множества R. E называется область определения функции, а те точки из R, для которых существует прообраз, то есть, точка из E, которая переходит в эту точку, называется область значений. То есть, это не обязательно даже быть вся числовая прямая R, а значит, это может быть какое-то подмножество. Ну, мы в прошлый раз с вами определили функцию на языке упорядоченных пар, то есть, значит, F это подмножество E на R таких, что в это подмножество не входят упорядочные пары даже я напишу так вот R на R не входят упорядочные пары AB с разными A и точнее, с одним A и с разными B. Вот. Значит, и теперь давайте мы поговорим немножко о пределе функции в точке. Рассмотрим изображение функции видеографика. график. Ну, вот она, допустим, задана на множестве E. Пусть это будет связанное некоторое множество и отображается на подмножество из R. Пусть в этом множестве E есть точка A и пусть мы знаем, что эта точка A является предельной для области определения функции F. Я напомню, что такое предельная точка. Это значит, что в любой окрестности этой точки существует бесконечно много точек из множества E. Предельная точка множества определения функции. Ну вот, и мы хотим определить, что означает, что при приближении аргумента к точке A значения функции приближаются к числу B. Ну, числовая функция действующая из подмножества R в подмножество R. Ну вот, коллеги, значит, теперь давайте рассмотрим три примера. Я вот на этом месте обычно на лекциях своих, значит, рассматриваю три примера. Три примера, которые показывают, что вопрос, который я только что поставил, на самом деле не является элементарным. Совсем элементарным не является. Итак, первый пример. Рассмотрим функцию F равную сигнум X сигнум X то есть это функция равная минус единице при X меньше нуля под X напишем минус единица при X меньше нуля нолик при X равном нулю и плюс один при X больше нуля. Давайте нарисуем график этой функции. минус один ноль плюс один. Вопрос. Чему равен предел функции вот этой функции при X стремящемся к нулю? Ну смотрите. Если мы будем приближаться по отрицательным X то мы с вами придем к минус единице. Будем сколько было близки к минус единице. Если по положительным X то к плюс единице. А если мы будем проявить туда-сюда то так то так вопрос. Второй пример функция F равная синус единица деленная на X при X не равном нулю и ноль например при X равном нулю. Вопрос. Давайте нарисуем график. График выглядит вот так. А вот здесь у нуля такая дикая болтанка. дикая болтанка и сюда уходит график. Вот. Тот же самый вопрос. Чему равен предел обозначения как и в случае числовой последности лим F от X при X стремящемся к нулю. Вот чему равен предел в этом случае. Чему равен предел в этом случае. ну и теперь третий пример. Третий пример. Функция Дирихле. F от X равная D от X функция Дирихле равная единице. Если X рациональной и 0 если X и рациональная. Тот же самый вопрос. Чему равен предел функции Дирихле уже не только в точке 0, а вообще в любой точке вещественной оси. Давайте построим график этой функции. А графики вот Дениса 0. Мы знаем, что ну собственно веряется хорошая задача например для смотрящих это видео, что в любом интервале вещественной оси найдется бесконечное множество рациональных точек. Ну и понятное дело бесконечно много иррациональных. То есть в каждом интервале вещественной оси найдется счетное число рациональных точек и континуальное число иррациональных. Ну вот поэтому значит это будут две прямые но они будут везде дырявые тут везде будут дырки везде будут дырки и понятное дело если мы возьмем какую-то произвольную точку А из множества R то в любой окрестности этой точке у нас найдутся иррациональные и иррациональные точки поэтому функция будет везде прыгать к единице 0 единице 0 единице 0 вот поэтому задавая вопрос чему равен предел функции дырявые в точке мы тоже не можем дать ответ мы пока еще не знаем что такое что такое предел ну и давайте теперь перейдем к формальному определениям для того чтобы ответить на вопросы по предыдущим примерам ну и собственно говоря понять а что это такое что значит что функция F приближается к числу B при ее аргументе X приближающемся к точке A итак давайте введем определение определение число B называется давайте давайте вот лучше буду писать число B называется пределом функции F в точке A обозначается вот как предел функции F при X стремящемся к но иногда еще здесь добавляют множество по которому X стремится в точке но мы знаем что это множество от определения функции F E если итак число B называется пределом функции F в точке A если для любого эпсилент большего нуля найдется такое дельта ну вы уже понимаете что это дельта так как оно записано существует просто для любого оно даже зависит обязательно от эпсилента но обычно тут вот пишут что оно тоже зависит от эпсилента больше нуля такое что для всех X из множества определения функции F находящихся на расстоянии не больше этого дельта от точки A причем это X не равно точке A значит сейчас я запишу расшифровку что это означает это означает интервал A минус дельта до нуля объединенное с интервалом от нуля до плюс дельта это называется проколотая дельта окрестность точки A вот для всех X из проколотой дельта окрестности точки A входящих в область определения функции F должно выполняться неравенство модуль F от X минус B вот это число B меньше эпсилент то есть при всех таких X вот из этого множества значения функции в этих точках F от X попадают в эпсилент окрестность точки B это определение предела функции ну и его обычно называют предел функции по каши а иногда определение предела функции через эпсилент дельта эпсилент дельтам ну через окрестности в принципе можно было бы здесь написать не дельта окрестность точки а произвольную окрестность точки а то есть вообще говоря можно дать такое совсем краткое определение для любой окрестности точки B найдется окрестность точке а такая что образ пересечения F образ функции F пересечения множества E определения функции F с вот этой окрестностью точки а сейчас простите проколотой сейчас мы про это поговорим немножко проколотой окрестности вот весь этот образ лежит в данной зафиксированной данной произвольной но зафиксированной окрестности точки B вот это определение предела функции по каши дадим теперь другое определение предела функции так называемое определение функции в терминах последовательностей или по гейне это значит было определение по каши а сейчас давайте сформулируем определение предела функции по гейне по гейне итак опять же говорим что число B называется пределом функции F в точке A если для любой последовательности точек для любой последовательности точек XN ну понятно дело для любой последовательности точек из области определения функции F из множества E отличных от точки A исходящихся к точке A ну последовательность всегда при настремляющемся бесконечности поэтому я не пишу вот для любой такой последовательности последовательность значений функции F F в этих точках это не функция это значение функции это числовая последовательность F от XN вот эта числовая последовательность сходится при n стремящемся бесконечности к числу B это определение предела функции в термине числовой последовательности или по гейне давайте сделаем несколько замечаний которые говорят чуть-чуть больше этих двух определений оба этих определения являются достаточно важными очень важными каждая используется в своем случае тут нужно понимать итак давайте сделаем несколько замечаний важно что точка A является предельной для области отяпления функции значит функции F это означает что для любого дельта вот это пересечение будет не пустым и у нас всегда такие точки найдутся XN последность и эти точки отсюда потом значит я аккуратно вычеркивал вычеркивал точку A здесь и здесь это тоже важно потому что в самой точке A у вас функция может быть не определена тут важно было бы будет что точка A является предельной для множества определения функции F но в самой точке A функция может быть не определена не определена или определена как-нибудь странно никак не согласующаяся с понятием предела то есть давайте например рассмотрим такую функцию F от X равно нулю при всех X не равном нулю а в точке ноль она вот так хопа прыгает сюда в единичку ну понятно что значит предел этой функции в точке ноль будет равен нулю вот но если бы мы не вычеркнули вот эту точку ноль отсюда то у нас бы понятно дело вот в такую эписенокрестность все значения функции они бы не залетели поэтому это обязательно нужно вычеркивать ну я говорю либо функция вообще не определена в этой точке может быть это второе замечание и еще одно важное замечание но там потом понадобится значит при доказательстве критерия Каши предсуществление предела функции в точке но на самом деле само по себе достаточно важное интересное и красивое значит замечание что если для любой последовательности точек из области определения функции f e без a любой последовательности сходящейся к точке a при n стремящемся бесконечности значит вот если для любой такой последовательности у нас существует предел f последовательности x n и n вот отсюда e без точки a сходящейся к точке a при n стремящемся бесконечности вот если у нас есть такие две последовательности то мы можем составить третью последовательность давайте z n обозначим такое что на все нечетные места мы ставим элементы последовательности x n а на все четные мы ставим элементы последовательности y f от z n вот у нас будет существовать предел по условию нашего замечания существует предел однако f от x n и f от y n будут две подпоследовательности вот этой последовательности ну и понятно из теории числовой последовательности мы понимаем что если последовательность сходится то и любая ее подпоследовательность также сходится к тому же самому числу поэтому они все все эти последовательности стремятся к одному и тому же пределу итак давайте докажем важное утверждение или теорему можно так назвать значит вот когда введены два определения одного одного и того же понятия, понятное дело, нужно доказать, что это два одинаковых определения. То есть если бы это было разное определение, то это было бы неопределение, черти что. Поэтому давайте сформулируем, ну и такой набросок к доказательству я вам расскажу про утверждение о том, что два определения по каше и по гейне эквивалентны. Давайте напишем определение по каше и по гейне эквивалентны. Ну, доказывается, это в две стороны. То есть пусть вначале у вас число B это предел функции F в точке A по каше. Ну, вот просто это определение здесь написано. У нас, давайте я буду рисовать картинку. вот у вас, значит, точка A. Мы берем какую-то произвольную последовательность точек в усыплении функции F, сходящиеся к точке A. И мы знаем, что когда эти точки вбегают, но они рано или поздно вбегут в любую окрестность этой точки, но вот когда они бегут в окрестность вот эту, у АТА мы обозначим ее, да? Значения функции вбегут в эписилент окрестность, ну, просто какой-то окрестность точки B. Вот в эту вот трубку. Ну, поэтому, понятное дело, вот эти значения, последовательные составленные значения функции F от XN, она вот попала в окрестность точки B. То есть она сходится к точке B. Это значит, что выполняется то, что B является пределом функции F по гейне при кстремящейся к точке A по гейне. В обратную сторону эта теорема обычно доказывается от противного. То есть пусть у вас, например, так-так-так-так-так-так, пусть у вас B не является пределом функции F в точке A по каши, но является пределом функции F по гейне. То есть если у вас зафиксировано, найдется эписилент больше нуля, такое, что для любого дельта больше нуля у нас найдется X из области определения функции F. и вот этой вот проколоты дельты окрестностей точки A такой, что модуль F от X минус B больше либо равно вот этого эписилент. Ну, то же самое. Мы берем последовательность какой-то точек XN сходящаяся к точке A неравных A и у нас получается значит давайте так ее построим. Коллеги, мы сейчас возьмем и мы берем значит последовательность дельт стремящаяся к нулю. И вот для каждой такой дельта мы находим из нашего этого определения точку X из пересечения E с 1 наинокрестностью проколотой точки A такой, что модуль F от XN минус B больше либо равно вот этого эписилент. Ну вот. А это означает, что XN сходится к точке A но последовательность F от XN к точке B не сходится. А значит у нас число B не является пределом функции F по Гейне. Ну вот. То есть мы предположили, что число B является пределом функции F по Гейне в точке A и но не является пределом функции F в точке A по Каши и перешли к противоречию. Ну давайте рассмотрим на замечание о единственности предела функции F в точке. Единственность предела функции в точке по Гейне следует из единственности предела последовательности, который был уже доказан и обсужден нами. А единственность предела функции по Каши следует из эквивалентности этих двух определений, то есть вот это утверждение, которое мы здесь доказали. Еще одно важное замечание, которое хотелось бы здесь сделать, это замечание о финальной ограниченности функции, имеющей предел. Финальная ограниченность. утверждение. Если существует предел функции F в точке А, ну давайте напишем равный B, на самом деле не важно, ну давайте не будем писать равный B, просто существует предел, то найдется такая окрестность точки А, в которой функция F была бы ограничена, то есть найдется такая окрестность и найдется такая константа M больше 0, допустим, такие, что для всех X из вот этой окрестности выполнено, что модуль F от X меньше либо равно M. Ну вот, замечание о финальной ограниченности функции F. Как это доказать? Ну это доказать очень просто, посмотрите просто на это определение, давайте я вот это все сотру, смотрите, если мы раскроем сейчас этот модуль просто элементарным способом, мы получаем, что значение функции F в точках X расположено между B плюс эпислинент до B минус эпислинент для всех X из прокола окрестности точки А. Ну и понятное дело, тогда нужно добавить вот к этому и к этому значение функции в точке, то есть B минус эпислинент F от A B плюс эпислинент F от A то есть значения функции F ограничены минимумом из вот этих двух чисел и максимумом из вот этих двух замечания о финальной ограниченности функции имеющей предел. Давайте теперь введем понятие односторонних пределов функции F. Итак, опять же у нас функция F действует из множества E в R и пусть A это предельная точка множества определения функции F. Введем понятие одностороннего предела функции в точке. Для этого давайте потребуем, чтобы в любой окрестности точки A либо слева либо справа значит мы будем обозначать U с плюсиком от A это у вас ну некоторый интервал A до альфа и левая окрестность точки A это континент интервал бета A или там иногда пишут от A до A плюс дельта это правая дельта окрестность или A минус дельта A левая дельта окрестность точки A давайте потребуем чтобы вот в одной из вот этих вот окрестностей находилось бы бесконечно много в любой такой окрестности бесконечно много точек из области определенной функции F и теперь давайте введем определение число B называется правым пределом функции F в точке A при к стремящемся к ну обычно пишут A плюс я люблю писать A плюс ноль вот правый предел функции F в точке A если для любого эписелент больше ноль давайте знаете что прям сразу на языке окрестности напишем для любой окрестности точки B найдется такая правая окрестность проколотая точка A такая что образ пересечения этой окрестности и области определения функции F то есть то есть правой окрестности в области определения вот весь этот образ лежит в окрестности точки B ну и понятное дело как вести понятие левого одностороннего предела для любой такой окрестности найдется левая проколотая окрестность точки A такая что образ вот этой самой левой окрестности проколотой пересеченной с E лежал бы вот в этой вот окрестности произвольной точке B ну вот это важное определение определения одностороннего одностороннего предела они важны для ну у нас чуть попозже будет непрерывность вот в непрерывности они очень важны и значит ну давайте для начала ведем определение одностороннего предела по гейне то есть там требуется что для любой последности xn значений в области определения функции f xn больше чем a xn сходящийся к соответствующее последовательное значение функции f от xn сходило бы к числу b это вот определение правого предела функции по гейне на языке последовательности ну вот и теперь давайте вернемся к примеру который вот мы строили совсем недавно значит пример предела сигнума в точке 0 0 и так 1 0 1 при x больше 0 больше 0 при x равном 0 при x меньших 0 ну вот значит смотрите правый предел функции f в точке в точке в точке 0 простите 0 плюс 0 равен плюс одному левый предел в точке а в точке 0 простите равен минус ну вот мы видим что правый предел с левым не совпадают понятно коллеги значит чтобы у вас предел функции f в точке а совпадал у нас должны существовать оба предела есть левый и справа причем они должны совпадать совпадать то есть предел утверждение существует предел функции ну пускай у вас точка а это внутренняя точка области определения функции и f то есть любой окрестности существуют точки из этого множества вот существует предел тогда и только тогда когда существует и правый предел функция в точке а и левый предел функция в точке а причем они совпадают вот такое утверждение попробуйте доказать это такая несложная тренировка так давайте рассмотрим несколько утверждений которые будем назвать теоремами итак первая теорема это арифметические операции над функцией имеющими предел арифметические операции арифметические операции пусть пусть две функции f и g заданы на одном и том же множестве ген действуют в р и пусть у нас существуют два предела функции g в точке а и функции g равны например b и предел функции g в точке а равны c а у нас существует предел суммы разности линейной комбинации этих функций в точке а равны то же самое сумме разности линейной комбинации пределов функции в точке а существует предел произведения функции f от x на g от x равны произведению предела и если у вас предел функции g в точке а не равен нулю то и предел отношения функции f от x к g от x при x в точке а равен равен отношению предела b деленное на c c не равна нулю вот ну понятное дело все эти теоремы они вытекают из соответствующих теорем значит о последовательности и определение предела функции по гейна значит я хочу обратить ваше внимание только на последнее равенство c не равен нулю вы заметили что я не потребовал что значение функции g в какой-то окрестности точке а не равен нулю а это у нас вытекает просто напрямую из того что предел не равен нулю если предел не равен нулю то ну давайте я буду это писать в принципе было бы неплохо вам это доказать так строго ну посмотреть лекцию соответствующую значит пусть у вас предел строго больше нуля например и мы берем вот эпицинент окрестность не больше чем половина расстояния от b до нуля b пополам значит поэтому найдется такая окрестность точки а которая функция g вот ее значения будут в этой эпицинент окрестности точки b и все эти значения если вот эту окрестность выбрать надлежащим образом будут строго положить ну или там строго отрицательным нам главное что они все не равны нулю это вот такая вот важная теорема об арифметических операциях функций имеющих предел давайте рассмотрим еще одну теорему которая имеет такую тонкость небольшую предел теорема о пределе композиции функции значит композиции функции мы называем функцию значит вот у вас есть функция f действующая из множества x множество y функция g действует из множества y во множество r тогда и будем понимать что f от x у нас вложено в область определения функции g g тогда у нас на множестве x определенная композиция функции f и g которая обозначается обычно вот так вот или как сложная функция f от g которая ставит соответствие каждому значению x из множества x большое такое такое что значит те числа которые функция g ставят соответствие точкам f от x и вот значит давайте попробуем сформулировать теорему о пределе вот такой функции предел композиции предел композиции композиции ну как собственно говоря хочется сформулировать эту теорему пусть у нас есть предел функции f в точке x 0 пусть у нас есть предел функция g в точке f от x 0 сейчас только не f от x 0 равен b давайте напишем равен b x b равен c тогда и предел композиции функция g от f равен числу c вот а не тут то было друзья вот тут как раз такое не проходит такое не проходит и поэтому потому что можно например построить контрпример контрпример двух функций каждый из которых имеет в соответствующей точке предел но композиция которых предел не имеет давайте рассмотрим следующий пример пример номер один пусть функция f это x умножить на синус 1х а g от x ну то же самое x на синус 1х и 0 в нуле а функция g это x простите это модуль с сигнума x то есть это функция равная единице при x не равных нулю и 0 в точке 0 ну вот значит посмотрите друзья у вас в точке 0 существует предел функции f ну почему потому что это будет произведение бесконечно малой функции в точке значит 0 на ограниченную и мы уже обсуждали этот пример предел функции модуль сигнал x также существует точке 0 и он равен нулю он равен нулю поэтому и пределы этой функции и пределы этой функции существуют существуют а теперь давайте посмотрим существует ли предел композиции композиции функции то есть модуль сигнум x умножить на синус 1 x а вот он не существует он не существует потому что мы можем взять две последовательности одна последовательность x n первая ну обе сходящиеся к нулю 1 делить на например пи n а вторую x n 2 например 1 делить на пи пополам плюс пи n ну очевидно что обе эти последовательности сходятся к точке 0 однако однако на этой последовательности у вас будет вот это значение аргумента сигнума равно нулю видите да синус 0 это значит что-то еще 1 делить на пи n 0 а здесь вот это на этой последовательности у вас будет строго больше нуля то есть f от x n 1 есть тождественный 0 а f от x n 2 есть тождественная единичка ну и понятно у нас по определению предела функции по гейне 2 предела предел последности f от x n не существует поэтому здесь проблемы друзья проблемы заключающиеся в том что очень много бесконечно много точек из произвольной окрестности точки 0 попали переводом функции f в 0 то есть точку в которой у вас функция g может быть не определена или определена вот как-то вот так вот выскакивающий то есть видите значит вот в этой точке значение этой точки они могут куда-то вот сюда попасть вот как это у нас здесь получилось видите они не обязательно попадают в какую-то произвольную окрестность точки ну как z 0 давайте обозначим вот точку z 0 ну вот следовательно требуется наложить на эти функции дополнительные условия условия студента обычно догадываются что это за условия а нужно сказать что у нас существует такая окрестность точки а все точки которой все точки которой не попадают в точку вот эту y 0 0 вот если такая окрестность существует вот да действительно все эти если мы возьмем вот это пересечение этой окрестности с этой окрестностью у точки а все это попадет в какую-то окрестность точки y 0 то у нас найдется такое пересечение окрестности wf в которой все значения функции не переходят в точку b ее пересечение с какой-то произвольной окрестности у от а такой получается что все точки вот они попадают в какую-то окрестность так я уже нету букв латинских ну давайте дельта плохо дельта сигма точке b и не равны точке b то есть проколотые сигма от точки b а они в силу от этого предела у нас попадают в какую-то окрестность точки z 0 производная вот поэтому значит дополнительно требуется обязательно условие что существует такая окрестность точке а такая что для всех x и z окрестности f от x не равно b вот исходя из этого теперь раз два три условия вот тогда у нас существует предел композиции f от g от x при x стремящемся к x 0 ну я плохо обозначил коллеги тут y 0 лучше назвать это y 0 лучше наверное так вот вот такая теорема ну строго докажите это простое упражнение ну давайте рассмотрим еще одну теорему теорему предельный переход и неравенство предельный переход и неравенство ну пусть у нас есть две функции f и g обе значит заданные на одном и том же множестве е действующие из e в r две числовые функции и пусть у нас обе эти функции имеют какие-то пределы в точке а фрикс имеющимся к предел функции f равен b большого а предел функции g в точке а равен c большое и пусть наконец b будет строго меньше чем c тогда тогда найдется такая окрестность точки а окрестность точки а такая что для всех x и z окрестности выполняется что f от x меньше g от x ну понятно это доказательство оно точно такое же как у нас было с последностями вот допустим вот это у вас число b число c и мы берем какой-то дельта 1 окрестность они все попадают в эту окрестность точки а какой-то там дельта 2 окрестность там вот в этой в эту окрестность точки b ну и надо ну просто аккуратно выбрать эти окрестности так чтобы они не пересекались это можно сделать многими способами вот понятно что примерно так же давайте вот это сотру примерно так же доказывается теорема о двух милиционерах теорема о двух милиционерах если у вас предел функции f равен пределу функции g вот такая такой случай и найдется такая окрестность точки а такая что для всех x и z окрестности у вас выполняется вот это неравенство f от x меньше либо равно h от x меньше либо равно g от x то понятно что функции h которые ведут две функции f и g то же самое ничего не остается как идти к точке c числу c теорема о двух милиционерах для функции также понятно что справедливо чуть-чуть модифицированная может быть но обратная теорема к вот этому переходу неравенства то есть если у двух функций f и g есть два предела b и c значит b и c а нет простите если у вас вот обратно вот это если у вас выполняется есть окрестность в которой f от x троги меньше g от x до всех вот этих x из этой окрестности то b у нас будет меньше либо равно c меньше либо равно c ну то же самое больше либо равно точно так же следующую теорему которую мы рассмотрим касающуюся функции имеющей предел это критерий Каши критерий Каши существование предела функции в точке предела функции в точке формировка этого критерия достаточно проста существует предел функции f в точке а предел функции f в точке а существует тогда и только тогда тогда и только тогда, когда функция f удовлетворяет в точке а так называемому условию каши. Условие каши, которое записывается в следующем виде. Для любого ε0 найдется такое дельта. Вообще говоря, зависит от ε0, такое, что для всех х1 и х2 из пересечения области определения функции f с дельта окрестностью точки а проколотой. Вот для всех таких х1 и х2 справедливо f от х1 минус f от х2 меньше, чем ε. Вот это вот условие каши существования предела функции в точке. Доказательство критерия каши достаточно несложное. В одну сторону, если предел существует, почему выполняется это? Ну, запишите просто, что-то, ну, давайте, давайте я напишу, давайте я проговорю. Да, вот тут вот, для любого ε0 найдется дельта, зависит от ε, такое, что для всех х, всех х из е, выполняется модуль f от х минус какое-то число b, равное ε. Обычно b это вот как раз значение предела функции в точке. Ну вот, теперь мы берем вот это вот условие, неравенство, вот это вот выражение из условия каши и прибавляем, так, 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 сейчас, 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 да, прибавляем любых х1 и х2 вот из этой вот проколоты дельта окрестности, f от х1 минус f от х2. мы прибавляем, вычитаем B, число B число B и используем неравенство элементарное что модуль суммы не превосходят в сумму модулей значит мы получаем f от x1 минус B это меньше либо равно, чем f от x1 минус B f от x2 минус B ну а так как x1 и x2 у вас попали вот сюда то для них, давайте, чтобы красиво было епицин пополам сделаем это меньше, чем епицин пополам это меньше, чем епицин пополам значит все это меньше, чем епицин поэтому в одну сторону мы критерий Каши доказали то есть из вот этого туда ну вот, в обратную сторону доказательства становятся ну, скажем так, чуть-чуть посложнее но мы тут можем с вами значит, воспользоваться определением пределов функции по гейну то есть возьмем какую-то произвольную последовательность значения аргумента то есть из е без а сходящуюся к точке а и давайте посмотрим значит, у вас в этом случае f от xn стремится к какому-то числу B а значит, просто-напросто ну, помните, по критерию Каши существование предела число последовательности у нас существует вот эта последовательность фундаментальна эта последовательность фундаментальна значит, у нас есть предел этой последовательности при n стремящейся к бесконечности ну вот а если у нас существует предел f от xn для любой последовательности аргумента значения аргумента сходящейся к точке а то тогда существует по тому замечанию, которое у нас было недавно существует предел функции в точке а ну вот, помните, мы там склеили две последовательности в одну поэтому критерия Каши доказана в две стороны итак, коллеги, теперь давайте поговорим о таком важном очень вопросе по поводу того, а как формализовать то как бы понятие что одна функция стремится к своему пределу быстрее чем другая или что две функции стремятся к своему пределу одинаково вот нужно ввести несколько очень важных определений которые потом очень часто встречаются в нашем курсе итак, сравнение асимптотического поведения функции сравнение асимптотического поведения функций итак, давайте предположим что две функции у нас даны две функции которые заданы, как всегда на одном и том же множестве е действует тоже, как обычно на число множества r а x0 это какая-то предельная точка области отбления функции f x0 это предельная точка предельная точка множества е ну вот а и пусть у нас нашлась такая окрестность точки x0 и такая функция psi давайте ее обозначим заданная вот в этой окрестности ну и неважно можно в е например в окрестности точки x0 действующая в r такие что вот такой окрестности такая функция такие что для всех x из вот этой вот давайте напишем проколотой окрестности точки x0 выполняется равенство f от x равно psi от x умноженное на g от x ну где вот f и g это вот такие вот функции про которых мы сейчас хотим ну хотим сказать что они вот сходятся к точке одновременно вот тогда если функция psi является ограниченной первое psi ограничены то функция f называется ограниченной по сравнению с функцией g и это обозначается так f есть о большое от g при x стремящемся к x 0 о большое при x стремящемся к x 0 второе если psi стремится к 0 к 0 при x стремящемся к x 0 то функция f называется бесконечно малой относительно функции g о малой от g при x стремящемся к x 0 и третье если функция psi которая была найдена здесь стремится к единице при x стремящемся к x 0 то функции f и g называются эквивалентными вот такой значок f эквивалентно g при x стремящемся к x 0 это называется символ ландао значит ограниченное по сравнению к g бесконечно малое и эквивалентное теперь иногда вот если у вас существует такая окрестность точки x 0 в которой g не равна нулю оказывается то вот это равенство что f есть о малой от g значит записывают в виде вот такого вот отношения предел f от x g от x при x стремящемся к x 0 равен нулю ну увидим что f от x от x это как раз будет psi а равно стремится к нулю при x стремящемся к нулю вот иногда вот это берется за определение у малого функция f из у малого g но это не совсем правильно потому что тут обязательно нужно вот это условие значит добавлять потом вот здесь эквивалентность иногда ну на практике всегда находится предел предел отношения функции и вот если предел отношения равен у вас единице то вот тогда ну и g не равно нулю не равно нулю тогда у вас в какой-то окрестности точке x 0 тогда функция f и g называются эквивалентными ну вот иногда часто бывает скажем так часто бывает полезным еще одно определение когда давайте мы запишем вот здесь значит четвертое часто бывает полезно вот это еще четвертое если psi у вас стремится к какому-то числу к а неравному нулю потому что иначе вот сюда попало ну и конечного вот тогда вот f называется осу звездой от функции g при x стремящемся к x 0 это функция одного порядка давайте обратимся теперь к вопросу непрерывность функции и задаемся вначале вот таким вот вопросом какая функция называется непрерывной давайте вспомним анекдот анекдот в котором непрерывная функция определялась так что непрерывная функция это функция график которой можно нарисовать не отрывая мело от доски ну на самом деле это неправильно но чисто интуитивно именно такое определение и наиболее близко всем вот нам давайте попробуем сформулировать его более формализованно с математической точки зрения то есть что означает что при малом изменении аргумента функции ее значения также меняются мало то есть если мы возьмем любой любую вот окрестность такое значение функции какой-то точки а то у нас найдется окрестность этой точки все точки из которой лежат в этой эписинт окрестности вот это собственно говоря это и есть определение непрерывной в точке а функции в точке а давайте теперь напишем все формально через окрестность и так определение будем называть функцию f непрерывной в точке а запись вот такое c а то если для любой окрестности точки f а то найдется такая окрестность точки а что образ этой окрестности пересечения с область оттепления функции f полностью лежит в вот этой произвольной окрестности точки f от а вот это определение непрерывной точки функции непрерывной функции в точке а давайте теперь попробуем ну как-то это без окрестности переписать для любого эпселент большего нуля то есть давайте рассмотрим симметричные окрестности окрестности плюс минус эпселента плюс эпселента любого эпселента большего нуля найдется дельта больше нуля такие что для всех x из множества e модуль x минус a меньше чем дельта вот это дельта найдено выполняется модуль не выполняется неравенство модуль f от x минус f от a меньше чем эпселент меньше чем эпселент ну вот мы видим что вот это определение которое записано здесь оно очень напоминает определение предела функции f точки a значение предела равного f от a за течением одного маленького момента здесь мы не выкалываем точку a то есть мы не ставим здесь строго больше нуля чтобы не допустить обращение x в a вот этого для непрерывной функции не нужно почему а потому что в точке в которой мы проверяем ее на непрерывность функция f должна быть определена и поэтому здесь выкалывать ее в определении не нужно давайте рассмотрим небольшой пример функции которая равна нулю при x меньше одному она равна единице в точке 2 и она равна нулю при всех x больше либо равных 3 больше 3 вопрос является ли эта функция непрерывной или нет 0 при x меньше 0 меньше 1 при x равно 2 и 0 при x больше 3 ну понятно что она является непрерывной при всех x меньше 1 при x больше 3 то есть единственный вопрос является ли она непрерывной вот в этой точке 2 изолированной точке своей области определения давайте посмотрим по определению по определению непрерывной функции для любой изолированной точки найдется окрестность свободная от точек множества е ну за исключением самой этой точки давайте рассмотрим вот эту окрестность 1 2 точки 2 и рассмотрим образ пересечения этой окрестности с областью определения функции f вот этой это пересечение состоит только лишь из точки 2 вот это есть 2 поэтому это есть f от 2 ну и понятно что число f от 2 принадлежит любой окрестности сколько угодно маленькой точке 2 просто по определению окрестности следовательно в точке 2 эта функция также является непрерывной но это вырожденный случай вырожденный случай потому что функция всегда она непрерывна в любой изолированной точке гораздо более содержательным является вопрос о непрерывности в предельной точке значит пусть точка а предельная напишем подержит е со звездой пусть точка предельная то для множества е тогда в ней определено понятие предела тогда в ней определено понятие предела при экстренящемся к А. И если значение этого предела равно f от А, то вот такая функция называется непрерывной в точке А. То есть часто очень в книгах дают вот такое определение непрерывности функции в точке А, не говоря ничего о том, что точка А предельная. В изолированные точки, исходя из этого определения, невозможно проверить, является ли она там непрерывной. Ну вот, вот это вот значит определение. Еще говорится, что непрерывные функции, и только они перестановочны с операцией предельного перехода. Давайте еще ведем еще одно определение, что значит, что функция f непрерывна на множестве х большое. Ну, непрерывная на множестве х большое, если для любого х из этого множества выполняется, что f непрерывно в этой точке. То есть функция непрерывная в каждой точке множества называется непрерывной на этом множестве. С непрерывными функциями справедливы следующие элементарные теоремы, что если две функции непрерывны в точке А, то их линейная комбинация, их произведение, их частное, если вот функция, стоящая в знаменателе, не обращается в ноль, в какой-то окрестности точки, непрерывная в данной точке. Также справедлива теорема, что если функция f непрерывна в точке А, а функция g непрерывна в точке f от А, то композиция g от f непрерывна в точке А. Обращающее внимание на отличие этой теоремы от теоремы о пределе композиции тем, что здесь уже у нас не нужно, помните, там такая была окрестность в точке А, чтобы они все значения не попадали бы в f от А. Ну вот здесь вот это дополнительное условие, значит, не нужно, не нужно добавлять это дополнительное условие, потому что в точке А функция g определена, функция f в точке g. Ну вот, значит, дальше у нас вводится определение непрерывности односторонней непрерывности, то есть функция f непрерывна в точке А слева, справа, ну или справа, справа, если, ну будем считать, что А предельная точка, предельная точка, если левый предел функции f в точке А равен f от b, f от А, простите, ну или x стремится, k плюс 0, то есть право предельная равная f от А. Ну вот, если мы сейчас вспомним вот этот наш пример с сигнумом минус 1, плюс 1, 0, то мы поймем, что сигнум у нас непрерывен в точке 0 слева и в точке 0 справа. Но, понятное дело, он не является непрерывным в точке 0, но слева и справа он непрерывен. Это вот можно так легко доказать. Можно легко доказать. Ну давайте вот посмотрим внимательно вот на этот пример еще. Значит, у нас есть вот у этой функции два односторонних предела. Значит, f от x равна сигнум x и у этой функции есть два односторонних предела. Один из которых равен минус 1, а другой плюс 1. И они не равны друг другу. То есть понятно, что вот в этой точке у вас функция не является непрерывной. Вот разрыв вот такого рода. Придется слева и справа. Оба существуют, но они не равны друг другу. Теперь, знаете, это мы назовем пример 1. Пример 2. f от x равно модуль сигнум x. То есть функция, которая везде равна 1, а в нуле она равна нулю. Мы уже с вами обсуждали, что предел этой функции в нуле равен 1. но 1 не совпадает с нулем, что есть значение функции в точке 0. график, значит, стрелочка такая рисуется. И вот он, 0. И, наконец, третий пример. f от x равно x умножить, сейчас, простите, равно синус 1x. помните вот эту болтанку-зикую? Так вот, коллеги, берем две последовательности. xn1 равен 1 делить на pn, а xn2 равно 1 делить на p пополам плюс pn. Обе эти последовательности равны нулю, стремятся к нулю, при настремляющемся бесконечности. Но f от xn1 как мы видим, равно синус pn это 0, а синус от p пополам плюс pn, давайте 2pn на всех ключах, поставим, это равно 1. Тождественная единица. Ну и понятно, что у нас о непрерывности функции нельзя говорить, потому что у нас не существует предела в точке 0. Кстати, если вот тут домножить на x, как мы уже это говорили, и дополнить эту функцию нулю в точке 0, вот такая функция уже будет у нас непрерывна. Ну вот, эти три замечательных примера, они объясняют следующую терминологию. Давайте, во-первых, ведем определение. Определение. Точки, не являющиеся точками непрерывности, не являющиеся точками непрерывности, называются точками разрыва функции f. Называются точками разрыва tr я буду писать. Функции f. И мы видим вот в этих примерах все эти три функции разрывны в точке 0. Теперь смотрите, друзья, вот эти три примера достаточно красивые, потому что они объясняют следующую терминологию. Значит, если у вас существует а, если существует предел функции f в точке а, не равный значению функции в точке а, то тогда в этом случае точка а называется точкой устранимого разрыва. второе, если существуют односторонние пределы, но они не равны друг другу, как в этом случае, то точка x называется пределом первого рода. и последний, самый плохой случай, когда не существует предела, ну или предел равен бесконечности, обычно иногда это разделяют два случая, когда не существует или равен бесконечности предела функции в точке а, вот тогда точка а называется пределом, простите, точка разрыва второго рода. Второй род. Вот это вот такая вот важная терминология точки разрыва функции. Давайте рассмотрим важное утверждение. пусть f является монотонной, попроще было на интервале а, в интервале а, тогда функция f может иметь на этом интервале лишь точка разрыва первого рода. Может иметь на b лишь точки разрыва первого рода. Давайте я сейчас чуть-чуть набросаю доказательства. Вы можете посмотреть это доказательство в книгах или видео. давайте сделаем картинку. Доказательство этой теремы разбивается на две части. В одной из них показывается, что в любой точке промежутка монотонности функции данная функция имеет односторонние пределы. Односторонние пределы слева и справа. И если эти два предела совпадают, то мы имеем непрерывную функцию, а если они различны, то мы имеем точку разрыва первого рода. это такая теорема. Доказательство в принципе такое. Собственно говоря, что из этого важное вытекает? вытекает то, что у монотонной функции могут быть только точки разрыва. Простите, счетное множество точек разрыва. Почему? Потому что мы каждой этой точки разрыва можем сопоставить некоторый интервал и в нем рациональное число. То есть число точек разрыва монотонной функции не более чем счетно. Давайте поговорим немножко о так называемых локальных и глобальных свойств непрерывной функции. Локальные и глобальные свойства непрерывной функции. Локальные и глобальные свойства. Что это во-первых такое? Локальные свойства это прямо понятное из определения. Это свойства, которые выполняются вблизи какой-то точки. То есть это может быть предел функции, непрерывность функции в точке, финальная ограниченность, про которую мы говорили, альфемедические операции непрерывными функциями. А глобальные свойства это свойства, которые справедливы на всей области определения на отрезке. Вот такие. Значит, локальные и глобальные свойства. Ну, локальных свойств непрерывной функции не так много. Это во-первых, локальная у нас это называлось финальная ограниченность функции, имеющей предел. А если функция непрерывная в точке какой-то, то у нее есть предел в предельной точке. Потом локальное сохранение знака это тоже как называется теорема устойчивости знака непрерывной функции. Значит, если у вас функция непрерывной в какой-то точке и значение f от а в этой точке строго положительно, ну, или строго отрицательно, то есть главное не ноль, то тогда найдется некоторая окрестность этой точки во всех ну, такая окрестность этой точки, во всех точках окрестностей, которой у нас выполняется вот это неравенство f от x умножить на f от а строго больше нуля, то есть во всех точках этой окрестности функция принимает те же значения, значения того же знака, что и f от а, которые она принимает в точке f от а. Но это мы уже об этом с вами говорили, когда говорили о архитических операциях над функциями, имеющими предел. теперь давайте поговорим о более сложных и важных наверное глобальных свойствах непрерывной функции. Начнем мы с одной из самых знаменитых теорем математического анализа, теорема о прохождении непрерывной функции через любое промежуточное значение. давайте напишем только вначале мы докажем теорему о прохождении через ноль о прохождении через ноль о прохождении непрерывной функции через ноль через ноль при смене знаков линии непрерывной функции через 0 ну вот, значит, теорема пусть функция f непрерывна на отрезке АВ так, во-первых, что означает непрерывно на отрезке АВ это значит, что она непрерывна во всех внутренних точках то есть во всех точках интервала АВ также она непрерывна справа в точке А и непрерывна слева в точке В это непрерывность функции на отрезке и пусть на границах этого отрезка данная функция принимает значение разных знаков то есть f от B умножить на f от А строго меньше 0 тогда можно утверждать что найдется такая точка кси ну А и В она не может быть равна потому что строго меньше 0 поэтому точка кси принадлежит интервал АВ такая, что f от кси равно 0 вот как раз в том анекдоте про определение непрерывной функции там преподаватель так и доказывал эту функцию ну как у вас функция, которую мы не можем нарисовать в графике, не отрывая карандаша от бумаги ну вот как нарисовать, не отрывая карандаша от бумаги и не перейдя через ось абсцисс никак ну вот значит данная теорема доказывается достаточно просто давайте вот этот отрезок АВ обозначим вот за этот и вот у вас тут больше 0 а тут у вас меньше 0 доказательство этой теоремы такое методом бисекции то есть мы берем отрезок мы оба его пополам делим если в этой точке f от x равно 0 все, такая точка найдена кси а если она не равна 0 то хотя бы, ну точнее в одной из сторон вот слева или справа у вас функция принимает значение разных знаков вот, вот здесь это вот отрезок а1, b1 вот он опа, пополам то же самое вот здесь у нас разных знаков а2, b2 а2, b2 и так далее, друзья и так мы идем значит счетное число раз и строим систему вложенных отрезков систему вложенных отрезков а1, b, n система вложенных даже не просто вложенных а стягивающихся потому что там они в два раза меньше становятся система стягивающихся отрезков или sss система стягивающихся сегментов ну вот а мы знаем что система стягивающихся сегментов имеет ровно одну общую точку это принцип полноты принцип полноты третий принцип полноты существует единственная точка кси лежащая на ну принадлежащая вот этому вот бесконечному пересечению всех этих вот отрезочков ну отлично давайте теперь смотреть мы всегда брали вот такой отрезок чтобы вот слева у вас был положительный знак а справа отрицательный поэтому если мы теперь рассмотрим последность левых концов а n то мы для них каждого для них имеем f это а n строго больше нуля а правая f от b n строго меньше нуля ну смотрите это в силу непрерывности функции f стремится к f от кси это при н стремящем себе бесконечности также стремится к функции в то простите к f от кси вот так как здесь везде все элементы последности строго больше нуля то и f от кси больше либо равно нуля а с другой стороны все вот эти вот элементы последности меньше нуля значит f от кси тоже меньше нуля ну все а если это следует что f от кси равно нуля замечательно вот эту вот важнейшую терему мы с вами доказали у нее есть такое замечательное следствие замечательное следствие которое настолько важно что оно имеет название значит следствие о прохождении непрерывной функции через любое промежуточное значение также в литературе иногда это называется значит значит теорема Бальцана-Каши теорема Бальцана-Каши я прошлый раз оговорился критерик Каши он назвался не критерием Гейна как я сказал а первым Бальцана чешский математик Бальцана тот который первым установил критерик Каши ну получается что говорил Арнольд все математические теоремы названы не именем их первооткрывателя то есть теорема Ньютон-Лейбинс на самом деле не Ньютон и не Лейбинс первыми значит вывели критерик Каши не Каши первым установил а Бальцана вот и много других примеров итак следствие Бальцана Каши что если функция f у вас непрерывно на отрезке АБ и гамма это произвольное ну будем считать что f от а строго меньше чем f от b вот гамма значит любое число заключенное между f от а и f от b то тогда то тогда найдется точка ксим такая что f от кси равно гамма ну доказательство этого факта элементарно надо рассмотреть вспомогательную функцию f большое равную f от x минус гамма гамма и вот для вот этой функции f большой уже выполняются все условия вот это теорема проходения первой функции через 0 при смене знаков значит найдется точка кси в которой f от кси равно нулю f от кси это как раз и есть f маленькая кси равно гамма то есть тут доказательство тривиальное итак давайте рассмотрим несколько очень важных теорем которые касаются непрерывной функции итак первая теорема которую я хотел бы сейчас рассмотреть это так называемая первая теорема вейерстрассе первая теорема вейерстрассе но с именем вейерстрассе многое связано в нашем курсе и мы уже с ним встречаем Карл вейерстрассе первая теорема вейерстрассе действительно великая теорема и все великие теоремы очень просто формулируются очень просто доказываются и имеют очень много дальнейших приложений следствий итак если функция непрерывная на отрезке АВ то Ф ограничено на этом отрезке вот оно на формировке теоремы вейерстрассе доказывается эта теорема следующим образом ну тут есть разные способы доказательства но мне кажется наиболее удобным вот какой способ значит у нас помните с вами было доказано утверждение о финальной ограниченности функции функции имеющей предел финальная ограниченность ну непрерывной функции значит если у вас функция Ф непрерывно на отрезке АВ то она является ограниченной в любой окрестности этого любой окрестности любой точки этого сейчас нет секундочку не в любой окрестности а в некоторой окрестности любой точки этого отрезка Вот оно взято, и мы так можем для каждой точки отрезка найти окрестность, в которой она будет ограничена функция f. И понятно, что эта система окрестности, система интервалов покрывает весь отрезок. У нас есть четвертый принцип Лемма-Гейна-Борреля, что в любом покрытии интервалами отрезка существует конечное подпокрытие. Ну вот, выбрасываем эти бесконечные слои интервалов и получаем некоторую конечную систему окрестностей, которая покрывает данный отрезок. В каждой из этих окрестностей функция f является ограниченной, то есть найдутся две константы, m маленькая и t и m большой и t, в которых все значения функции в этой окрестности u от x и t располагаются между этими двумя числами. Ну и все. Значит, на этом, на всем отрезке она расположена между минимумом из этих m и t и максимумом из этих m большой и t. Ну вот, это вот доказательства первой теоремии Верштраса. Давайте сформулируем важнейшее следствие из этой теоремии, первой теоремии Верштраса. Но для того, чтобы его сформулировать, нам нужно ввести некоторое определение. Определение. Число m называется точной верхней грани функции f на множестве, ну, x большое, например. Например, если это число m является наименьшим из чисел, ограничивающих все значения функции f на множестве x большое, сверху. То есть выполнено у нас два условия. Первое. Для любого x из множества x большое выполняется, что f от x меньше либо равно m. И второе. Для любого y больше нуля, то есть если мы это m чуть-чуть уменьшим, для любого y больше нуля, уже найдется точка x, значит, из множества x. То есть такая, что f от x будет строго больше, чем вот это вот уменьшенное m. То есть он не просто ограничивается сверху, но самая маленькая из всех, значит, чисто ограничивается сверху. Ну, то же самое про инфимум. Так вот, значит, мы будем говорить, что, значит, точка m, мы будем говорить, что верхняя точная грань достижима на множестве x, если на этом множестве существует точка, в которой функция f принимает значение m большое. И вот теперь давайте мы сформулируем следствие первой теоремы Вернстрасса, которая сама является очень важной теоремой. Вторая теорема Вернстрасса. Если функция f непрерывной отрезки АВ, то обе ее точные грани достижимы. То найдутся точки x1 и x2 из этого отрезка, такие, что f от x1 равно инфимум, а f от x2 – это супремум. Собственно говоря, мы тут имеем в виду супремум и инфимум множество значений, функций. Такие вот f от x1 и f от x2. Так вот, значит, обе этих точные грани достижимы, только если функция является непрерывной на этом отрезке. Это такая теорема, которая, оказывается, очень просто. Мы просто рассматриваем, мы предполагаем, что она не достигается, но когда она не достигает вот этого вот супремума f от x, но как-нибудь обозначим через M большое. То есть для всех x из этого отрезка f от x строго меньше, чем M большое. И тогда мы рассматриваем такую функцию 1 деленную на m минус f маленькое от x. И если у вас верхняя точная грань недостижима, то вот эта везде всегда больше нуля, поэтому данная функция является непрерывной. Если она непрерывна, то она ограничена по первой терминии вверх трасса, но если она ограничена, то для любого x из этого отрезка выполняется. Кстати говоря, значит, тут можно поговорить о том, что, вообще говоря, если она непрерывная функция, то у нас вот этот вот инфимум существует. То есть принцип точной грани тут работает. Что если функция ограничена, значит, существуют точные верхние и нижние грани. Ну и вот они достигаются, если функция непрерывна. Так вот, для любого x из a, b выполняется, что f от x меньше либо равно m минус 1 делить на а. Большое. Следовательно, мы нашли число, которое также ограничивает все значения функции f на отрезке a, b, строго меньше, чем m большое. А это значит, что m большое, вот здесь, это не супремум функции f. Так что эта теорема также доказана. Это вторая теорема Вирштрасс. Давайте разберем несколько примеров, что для разрывных функций, вообще говоря, верхняя и нижняя грани могут и не достигаться. То есть рассмотрим вот линейную функцию, вот x равен x, если x от нуля до единицы. И, например, они равны 1 и 2, если x либо 0, либо 1. Ну понятно у вас. Ну понятно у вас. Вот так. То есть супремум у этой функции на этом отрезке родительница, инфимум 0. Но ни 0, ни единица, ни в одной точке отрезка не достигаются. Ну и теперь поговорим о таком важном понятии в математическом анализе, как равномерность, равномерная непрерывность. Равномерная непрерывность. Равномерная непрерывность. Для начала давайте посмотрим, что такое функция f непрерывная на множестве x. Значит, это означает, что для любой точки x маленькая, из-за этого x большого, для любого епсин большего нуля найдется дельта, вот я тут специально вот так вот, от чего она зависит, непонятно, больше нуля, такое, что, значит, для любого x, приближающего пересечения е с дельта к окрестности точки x. сейчас, давайте, для любого x, так, лучше вот x, вот тут я пишу x1, а тут x2. Значит, для любого x2 из вот такого множества выполняется неравенство f от x2 минус f от x1 меньше, чем епсинт. Ну вот, значит, смотрите, коллеги, от чего зависит дельта? А дельта у нас зависит прямо вот от этой записи. видно не только от епсинт больше нуля, но и от этой выбранной точки, зафиксированной точки x1 из множества x большой. Для, вообще говоря, для разных x1 могут быть подходящими разные дельта. Ну, например, вот у вас тут, вот так. то есть, если взята вот эта точка x1, у вас можно взять очень большое дельта, а если взята вот эта точка, то здесь уже для того, чтобы получить ту же самую точность, чтобы они попали в эпсинт-окрестность, нужно взять очень маленькая дельта. ну вот. Ну, понятно, что вот эта маленькая дельта, оно и вот здесь справедливо тоже подходит. но вот вопрос, можем ли мы взять такое маленькое дельта, чтобы оно было одним и тем же подходящим сразу для всех точек, в которых функция f непрерывно. Вот на самом деле не всегда. На самом деле не всегда. Но такое дельта может быть выбрано для очень важного класса функций, которые называются равномерно непрерывными. функция f равномерно непрерывно на множество х большое, если для любого эпсинт большего нуля найдется дельта, зависящая только от эпсинт большего нуля, такое, что сразу для всех точек х1 и х2 из вот этого множества пересечения е с дельта окрестностью точки а, стойте, 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 тут немножко не так, для которых для всех х1 и х2 из множества е такие, что модуль х1 и х2, то есть они друг от друга отстоят не больше, чем на дельта. Вот сразу для всех таких х у нас выполняется неравенство вот как здесь. Модуль f от х1 минус f от х2 меньше, чем эпсинт. Ну вот, если посмотреть вот на эти два определения, они кажутся очень очень похожими, они отличаются только вот тем, где стоит вот эта точка х1. Она стоит до выбора произвольной эпсинт и до выбора дельта, точнее. Или после. Вот, кажется, что это примерно одно и то же, на самом деле это две большие разницы. Вот этот случай, вот этот случай. Если функция, значит, для нее можно найти такое дельта, для этого множества, чтобы принять вот эти условия, то тогда она называется равномерно-непрерывно. Ну понятно, что если функция равномерно-непрерывно, то она просто непрерывно на множество х2. мы можем в качестве вот этого, ну, собственно говоря, вот определение написано. Обратное неверное. Обратное неверное. Ну вот, например, можно рассмотреть такой пример. Давайте рассмотрим пример функции, которая является непрерывной на множество, но не является равномерно непрерывной на множество. Ну, давайте рассмотрим fx равно x квадрат на все числовой прямой r. Ну вот, неравенство из определения равномерно-непрерывности для этой функции записывается следующим образом. fx1 минус fx2 будет модуль x1 минус x2 на модуль x1 плюс x2 ну, и вот смотрите, вот если x1 минус x2 у нас фиксированы, вот расстояние между ними дельта пополам меньше произвольного дельта, а вот эти x1 плюс x2 устремлять вместе на бесконечность, ну, или минус, оставляя расстояние между ними постоянным, то вот эта вот разность уходит в плюс бесконечности. следовательно, мы не можем для любого эпичинент подобрать такое дельта. Ну, более аккуратно это вот, смотрите, я это рассмотрел в своих лекциях. Ну, давайте посмотрим. Значит, в этом примере существенным является тот факт, что все числое прямое является множеством неограниченным. А вот если у вас множество ограниченное и замкнуто, то есть содержит все свои предельные точки, вот тогда понятия непрерывной и равномерной непрерывной функции совпадают. Об этом говорит Великая Теорема Кантера. Хотя тоже она должна называться не Теорема Кантера, а Теорема Кантера Гейна и даже Гейна Кантера, потому что Гейна был первый, кто ее установил. Пусть функция f непрерывная на отрезке АВ, тогда функция f равномерно, непрерывно на нем. Я сейчас могу ошибаться, но кажется, Теорем Кантера, кстати, Теорема Вейерштраса, они тоже являются принципами полноты. То есть любую из этих Теорем вы можете взять за изначальную аксиому. То есть это очень важная Теорема. Я думаю, дадим статью американскую, которая как раз этот вопрос рассматривается более подробно. Доказательство этой Теоремы достаточно простое. То есть давайте предположим, что функция f непрерывная на отрезке АВ, но не равномерно, непрерывно на нем. Тогда значит, что у нас существует эпидемент больше нуля. Такое, что для любого дельта, значит, даже тут, наверное, удобнее для любого натурального n, значит, для любого натурального n найдутся точка xn1 и xn2 из этого отрезка такие, что расстояние между ними меньше, чем 1 делить на n, но модуль f от xn1 минус f от xn2 больше либо равно эпидемент ноликова. Ну, как доказывается эта Теорема? Понимаете, смотрите, при устраняющей бесконечности 1 делить на n стремится к нулю, то есть xn1 и xn2, все эти точки, они бесконечно сближаются с друг другом. Значит, так как они обе лежат на отрезке АВ, то обе эти последовательности являются ограниченными. Вспоминаем принцип полноты Бальцана-Верштрасса. Принцип полноты Бальцана-Верштрасса. Из любой ограниченной последовательности можно выделить сходящуюся подпоследовательность. Вот, допустим, вот отсюда выделяется выделима вот эта такая последовательность xnk1 и пусть она сходится и сходится к точке С. Так как отрезок АВ это множилось что замкнутое, то точка С лежит на отрезке АВ. Вот тут играет роль замкнутость. В силу вот этого неравенства можно это доказать строго. Вот, ну, я просто сейчас на пальцах это объясню. Так как эти две последовательности бесконечно сближаются друг к другу, то и вот эти подпоследности их тоже бесконечно сближаются и поэтому можно выбрать подпоследовательность теми же самыми номерами xnk2 тоже сходящиеся к точке С. Ну вот. И если теперь мы рассмотрим вот для этих двух подпоследовательностей xnk1 минус f от xnk2 то в силу непрерывности функции f у вас вот это устремляется к f от c функция f непрерывна в точке c вот это тоже устремляется к f от c потому что вот я объяснял это следовательно мы получаем f от c минус f от c что стремится к нулю а это не так противоречие стремится к нулю противоречие вот эти противоречие доказывает теорему гейна кантера итак коллеги давайте значит рассмотрим класс функций которые являются очень важными в нашем курсе в курсе математического анализа и важным в других областях математики а именно дифференцируемые функции в начале задаемся вопросом а что такое дифференцируемая функция дифференцируемая функция это функция график которой можно погладить и не уколоться не уколоться но это такое совсем какое-то такое определение на пальцах я бы сказал головотяпское но на самом деле вот чисто интуитивно вот это именно то что важно в этом определении а важно в этом определении то что вблизи к точке в которой она дифференцируема данная функция дифференцируемая представляет из себя линейную давайте рассмотрим функцию f определенную на интервале a b я беру не произвольное множество е здесь а интервал а b для того чтобы каждая точка интервала была бы у нас внутренней потому что просто дифференцируемость вот то определение которое я хочу сейчас вести оно справедливо для внутренних точек только для внутренних точек и так значит рассмотрим функцию определенного интервала действующего r и рассмотрим произвольную точку x из этого интервала а также мы возьмем некоторое число дельта x приращение функции f приращение функции f такое что это приращение не выводится при прибавлении x из интервала ab на котором задана функция f приращение приращение такое что дельта x плюс x лежит в ab вот давайте рассмотрим вот такую вот конструкцию такую функцию и теперь дадим определение функция f называется дифференцируемой вот в этой точке x точке x если ее приращение отвечающее приращению аргумента дельта x f от x плюс дельта x минус f от x дельта f обозначать дельта f от x представима в виде суммы линейной функции линейной однородной функции а на дельта x плюс какой-то бесконечно малый малый добавок при дельта x снимающемся к нулю то есть вот смотрите друзья фиксированные точки x при фиксированной точке x вот функция стоящая слева зависит у нас так я тут написал плохо что дельта f от x дельта f от дельта x дельта f от дельта x она зависит только от дельты x и вот это приращение представляется из себя однородную линейную функцию константа а на дельта x вот и важно чтобы вот эта вот константа а константа не зависела от приращения дельта x то есть для любого дельта x вот эта константа была бы одной и той же не зависящая от дельта x не зависящая дельта x ну вот если значит превращение функции f в точке x представим в таком виде то есть она представляет из себя линейную функцию с точностью до бесконечно малой поправки то функция f называется дифференцируемой в точке x вот эта вот линейная функция называется дифференциалом дифференциалом функции f дифференциал функции f дифференциал функции f который обозначается df df ну так как он зависит от дельты x здесь входит дельты x туда входит то df от дельты x теперь такой вопрос коллеги вот эта константа a от чего она зависит от чего она зависит от константа вы говорите константа ничего зависит не должна а вот она она зависит а зависит она вот от точки x для каждой x вот это a разное поэтому иногда но это совсем громоздкое обозначение вот здесь рисуется индекс x который говорит что константа зависит от x давайте теперь докажем что вот эта константа a входящая в дифференциал определяет однозначным образом ну давайте поделим левую правую часть вот в этом равенстве на дельта x получаем слева f от x плюс дельта x минус f от x деленный на дельта x а справа a плюс ну о мало от дельта x вот смотрите о мало от дельта x по предъявлению это бесконечно малое умноженное на дельта x поэтому о мало от дельта x деленный дельта x это есть просто бесконечно малое о мало от единицы бесконечно малое о мало от одного то есть это плюс a плюс о мало от одного ну вот если теперь перейти к пределу при дельта x стремящем к нулю с левой части и в правой, но в этом равенстве, то это константа А, предел правой части, это будет константа А. Ну, а левая — это вот предел разностного отношения. И в этом случае константа А определена однозначно в силу однозначности предела вот этой функции, о которой мы говорили, однозначность предела. И давайте это запишем. А равно предел при Δx, стремящемся к нулю, f от x плюс Δx минус f от x делён на Δx. И вот этот предел, так называемый предел разностного отношения, это, возможно, самый знаменитый, самый важный предел в курсе математического анализа. это производная функции f в точке x, f' от x. Производная, пределение производной, вот, возникает из определения дифференцированной функции. Ну, тут можно, смотрите, мы с вами доказали, что если функция дифференцируема, то, значит, предел от этого разностного отношения существует. И равен как раз вот этой константе А. Но, собственно говоря, верное и обратное. То есть, можно доказать, что если предел разностного отношения существует, то функция дифференцирована. Ну, доказывается, это очень просто. Мы берем f от x плюс дельта x минус f от x делён на дельта x. Это есть f штрих от x. В точке f от x напишем А. Равно А плюс бесконечно малое. Мало от 1, малое при дельта x, 3,0. Ну вот. И теперь, умножая на дельта x опять, мы получаем f от x плюс дельта x минус f от x равно а на дельта x плюс о мало дельта x о мало при дельта x стремящемся к нулю следовательно если вот этот предел существует то есть функция вот имеет производную f точки x то тогда функция является дифференцируем просто по определению которое мы дали вот здесь следовательно вот эти два понятия сочетание производной и дифференцировать функции в точке они эквивалентны теперь давайте мы еще раз возвращаемся вот к этому вот равенству мы теперь его перепишем вот таком вот виде что дельта f есть f штрих от x на дельта x плюс о мало от 1 и вот это произведение это есть df adf дифференциал функции f и давайте теперь рассмотрим отношение вот этого мало дельта x к вот этой вот функции f трех от x на дельта x и и при дельта x стремящемся к нулю о мало от дельта x или о на дельта x по определению о малого стремится к нулю а f штрих от x ну если f штрих от x не равно нулю вот если f штрих от x не равно нулю вот в этом равенстве то тогда а вот этот предел равен нулю равен нулю и это дает нам правомерность называть у нас этого правда не было термина в нашем курсе что вот дифференциал это главное линейная главная часть главная часть главная линейная часть превращения функции вот в точке x главная линейная часть линейная потому что она линейная а главное потому что вот эта вот она стремится к нулю а значит ну сейчас что вот это предел равен нулю давайте теперь поговорим о соотношении между дифференцированностью и непрерывностью и так значит предположим что функция дифференцируема в точке x дифференцируем в точке x это означает что ее ее превращение в этой точке f от x плюс дельта x минус f от x представимая в виде линейной функции плюс бесконечно малой о малая от дельта x теперь если перейти к пределу в правой стороне этого равенства это будет у нас 0 ну то же с стремится к нулю и с тоже стремится к нулю малой от дельта x значит и левая часть стремится к нулю ну вот а то что предел f от x плюс дельта x минус f от x стремится к нулю это значит гарантирует нам то что в точке x функция является непрерывной это так называемая разностная форма непрерывности значит функция f непрерывна в точке x следовательно если функция дифференцируема в точке x то она непрерывна в этой точке это так называемая необходимое условие дифференцируемости дифференцируемости то есть если функция дифференцируема то она непрерывна ну у каждого человека должен возникнуть вопрос а верно ли обратное то есть верно ли что каждая непрерывная функция является дифференцируемой ну когда я задаю такой вопрос студентам мне из года в год приводит один и тот же пример рассмотрим функцию f от x равно модуль x f от x равно модуль x вспоминаем вот этот домик и давайте теперь найдем два предела ну найдем предел модуль 0 плюс дельта x минус 0 ну это f от x плюс дельта x минус f от x зеленый дельта x ну и тут легко видно что в зависимости от того слева или справа от этого зависит как раскрывается модуль с плюсом или с минусом ну так вот значит следовательно предел равен плюс минус 1 плюс минус 1 и это означает то что функция модуль x не является дифференцируемой в точке 0 хотя она безусловно является там непрерывной вот ну вспоминаем наше определение проводим рукой по графику функции модуль x и укалываемся в точке 0 вот но на самом деле этот пример он ну почти ничего не говорит о соотношении непрерывности и дифференцируемости потому что ну любой человек вам скажет ну модуль x непрерывная функция она не дифференцируема только в нуле ну видимо непрерывные функции но они почти дифференцируемы так вот это совершенно неверно это совершенно неверно и вот такой вам пример вот такой пример но вы его можете видеть когда смотрите какой-нибудь там курс акций или там курс доллара вот представьте себе вот этот вот график он всюду непрерывный понятное дело потому что у нас время непрерывное вот но он постоянно дергается постоянно дергается постоянно дергается то вверх то вниз то вверх то вниз то вверх то вниз и он нигде нигде не дифференцируем. Вот в конце 19 века были построены знаменитые примеры. Пример Вейдштрасса, например Вандербардена. Всюду непрерывных, но нигде не дифференцируемых функций. То есть существуют непрерывные функции на отрезке, которые не являются ни в одной точке дифференцируемыми. То есть более того, в этих примерах функции эти они даже не являются односторонне дифференцируемыми. То есть даже пределы слева и справа у них не существуют. Такие вот дела. Дальше можно доказать теорему, но это явно выходит за рамки нашего курса, что вот среди множества всех непрерывных на отрезке функций дифференцируемых хотя бы в одной точке функций хотя бы в одной точке. Вот это множество функций, на самом деле это множество меры нуль. То есть дифференцируемых хотя бы в одной точке функций среди непрерывных нет. Ну, можно сказать, нет. то есть все функции, которыми мы занимаемся, они на самом деле ну вот почередко встречаются. Хотя, безусловно, это вот как бы с практической точки зрения это, безусловно, исключительно важный класс функций. Ну, давайте я то, что я вам говорил про односторонние производные, когда вот пример значит Вандервардена вспоминал. Давайте введем определение односторонней производной. f от x плюс дельта x минус f от x деленное на дельта x. Но тут предел не при x, стремящемся, не при дельта x, стремящемся к нулю, а при дельта x, стремящемся к нулю слева и справа. Вот, если такие пределы существуют, то они называются левой и правой производной. Обозначается так, f штрих плюс минус от x. Это односторонняя правая и левая производная. Ну вот, значит, можно доказать теорему, ну, собственно говоря, теорема из темы предел функции, что есть ли у вас функция дифференцируема в точке, то есть у нее есть производная, то у нее есть и правая и левая производная. Если же у нее существует и правая, и левая производная, не равные друг другу, то из этого следует, что функция f не дифференцируема в точке. Это вот такие вот простые теоремы, которые моментально следуют из моментально следуют из темы предел функции. Теперь рассмотрим, немножко поговорим о геометрическом смысле производной. Итак, пусть у нас есть некоторая функция, которая дифференцируема в точке x0. x0, а это будет f от x0. И давайте рассмотрим всевозможные прямые, проходящие через данную точку. какие графики будут у этих прямых? Ну, из курса относительной геометрии получается, что это lk от x равно f от x0 плюс k на x минус x0. f от x0 на k умножить на x минус x0. Где вот этот коэффициент k принимает все возможные значения из вещественной прямой r. произвольные такие. Значит, произвольные значения. А теперь давайте посмотрим, какой должен быть выбран коэффициент k для того, чтобы разность между вот этой вот прямой и функцией в точке x0 и в текст 0 была бы наименьшей. То есть, выбрать ту прямую, которая приближает эти функции с самым лучшим способом. Предположим, что функция f дифференцируема в точке x0. Это означает, что ее значение в точке x0 от x0 f от x записывается в виде f от x0 плюс f' на x минус x0 это умножить на x минус x0 плюс амалая от x минус x0 и кв. Амалая при x имеющемся как x0 ну вот если мы теперь вычтем из рк от x вот этой вот семейства прямых f от x мы получим f от x0 здесь и здесь сокращаются мы получаем так тут f' от x0 мы получаем x минус x0 умножить на k минус f' от x0 плюс ну тут стоит плюс амалая минус плюс амалая это есть минус амалая это одно и то же плюс амалая от x минус x0 ну вот теперь смотрим когда вот эта вот разность самая маленькая самая маленькая в нашей власти вот этот вот коэффициент k который крутится здесь то есть каким нужно подобрать коэффициент k для того чтобы разность между функцией и прямой секущей была наименьшей то есть имела вот более высокий порядок малости чем x плюс x0 вот вот видно надо положить k равную как раз f' от x0 f' от x0 то есть мы рассматриваем прямую lk от x равную f от x0 плюс f' от x0 на x минус x0 вот эта прямая дает нам наилучшее приближение функции f в точке x0 и вот эта прямая называется касательная касательная к графику функции f в точке x0 можно дать определение касательное отопление оно иногда дается с помощью вот этого предельного перехода там точку на графике фиксируем потом секущую которая стремится вот но можно вот исходя из этого равенства сказать что касательная это прямая которая дает наименьшее отклонение графика функции f наименьшее отклонение с точностью до бесконечно малой более высокого порядка чем все остальные прямые итак давайте теперь рассмотрим некоторые теоремы касающиеся деференцируемой функции деференцируемой функции очень важные функции которые вот ну давайте сейчас немножко про это поговорим итак теорема дифференцирование и арифметические операции дифференцирование и арифметические операции итак пусть у нас есть две функции f и g которые заданы наносить x большое и действует в r и пусть f и g дифференцированы в одной какой-то точке x0 ну или просто x пусть у нас f и g дифференцируемые в точке x умножить x тогда тогда линейная комбинация этих функций альфа f плюс бать g также является дифференцированой в точке x ее производная есть линейная комбинация производных произведение этих функций f на g производное произведение этих функций есть f'g плюс fg штрих и последняя частная этих функций f на g штрих это есть f'g минус fg штрих делен на g квадрат ну все эти три формулы доказываются совершенно одинаковым образом по определению по определению ну давайте я докажу только лишь значит например самую сложную третью самую сложную третью я докажу то есть fg штрих равно предел ну точки x производная предел предель x тремящихся кулюм так f от x плюс дельта x деленное g от x плюс дельта x минус f от x деленное на g от x деленное на дельта x вот так давайте давайте преобразуем просто сложим эти дроби получается g от x плюс дельта x умноженное на g от x здесь f от x плюс дельта x умноженное на g от x минус f от x на g от x плюс дельта x умноженное на дельта x которая здесь стоит ну вот и теперь давайте мы прибавим сюда прибавим и вычтем f от x на g от x и смотрите из первого равенства мы к нему с минусом вносим а сюда с плюсом и здесь выносим g от x за скобки g от x f от x плюс дельта x минус f от x минус тут выносим f от x за скобки f от x а в скобках остается g от x плюс дельта x минус g от x деленное на дельта x и деленное на g от x плюс дельта x которая здесь стоит g от x умноженное на g от x ну вот и теперь смотрите вот вот это у нас при дельта x стремяющейся к нулю стремится к f от x а вот это при дельта x стремяющейся к нулю стремится к g от x мы как раз получаем вот этот форм а тут еще значит вот нужно что сказать g от x плюс дельта x стремится к g от x тоже в силу непрерывности функции g ну непрерывность это необходимое условие дифференцированности если функция дифференцированная в точке x вот это условие теорема то она значит непрерывно значит g плюс дельта x стремится к g плюс дельта x стремящейся к нулю вот вот такие вот дела поэтому все это стремится вот к этому выражению стоящего вот здесь ну я говорю вот это и это пожалуйста сами докажите точно так же по определению итак давайте теперь рассмотрим еще одну теорему которая бывает очень полезной при вычислении производства итак дифференцирование сложной функции или производная сложная функция сложной функции пророка это теорема такая что пусть у вас функция f задана на отрезке a b и действует на просительной интервале a b действует на интервал cd и пусть у вас g функция задана cd и действует vr и пусть у вас функция f дифференцируема в точке x0 из интервала a b f дифференцируема в точке x0 из a b а g дифференцируема в точке f от x0 f от x0 из cd этого достаточно для того чтобы в точке x была бы дифференцируема простите в точке x0 была бы дифференцируема функция сложная g от f g от f g от f дифференцируема в точке x0 в точке x0 причем что тут очень важное у нас есть формула для вычисления производной ее производная g от f штрих вычисляется по формуле g штрих f на f штрих вот такая вот формула дифференцируема сложной функции ну иногда еще тут говорят в какой точке x ну точке x0 ну и тут это тоже добавляется сюда так давайте значит доказывать давайте возьмем какое-то превращение точки x0 дельта x это превращение превращение такое что x тут я x давайте знаете что давайте все это вот в точке x делаем не x0 а x и так дельта x превращение в точке x такое что x плюс дельта x по-прежнему принадлежит интервалу АВ а дельта f это превращение функции f отвечающая превращению дельта x f от x плюс дельта x минус f от x тогда в силу того что функция g дифференцируема 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 в точке f от x то записывая это по определению мы можем написать что дельта g представима в виде g штрих g штрих от f на дельта f плюс а малая дельта f а малая дельта f и теперь давайте вот это вот равенство разделим на дельта x и устремим дельта x к нулю мы получаем дельта g к дельта x при дельта x стремящемся к нулю вот эта дробь она стремится как раз к производной сложной функции то есть g штрих g штрих вот это g от f штрих а r то у нас остается g штрих от f здесь на дельта f делен на дельта x плюс а малая от так давайте так а малая дельта f делен на дельта x вот дельта f на дельта x значит смотрите вот при дельта x стремящемся к нулю вот это вот все стремится к f штрих теперь нам осталось доказать что вот вот это вот эта дробь вот эта дробь она стремится к нулю при дельта x стремящемся к нулю но мне кажется что это достаточно очевидно потому что во первых дельта f стремится к нулю при дельта x стремящемся к нулю в силу непрерывности функции f, а непрерывность вытекает из дифференцированности функции f. Поэтому Δf стремится к нулю, а это есть O малое от Δf делён Δx. Тут получается O малое Δf, это есть Δf плюс O малое. Δf на Δx, это будет f' Δf, Δx на бесконечно малое. И вот это у вас всё стремится к f', константа умноженная на бесконечно малое. То есть вот это всё стремится к нулю. Вы можете более аккуратно это всё расписать. И получается. Вот, ну и всё. И получается вот как раз данная формула работа с этой вот, с этой формулой. Всё, тремно наказано? Давайте рассмотрим функцию, рассмотрим функцию f, которая определена в какой-то окрестности, по окрестности точки x. По окрестности точки x. Или давайте лучше, чтобы выделять её не x, а c. Обозначим. Вот, давайте ведём определение. Определение. Функция f называется возрастающей в точке вот этой c. Возрастающей в точке c. Если найдётся такая окрестность данной точки c, такая, что для всех x из левой окрестности точки c выполняется f от x меньше, чем f от c, а для всех x из правой окрестности точки c выполняется f от x больше, чем f от c. Значит, в этом случае функция f называется возрастающей в точке c. Ну, то же самое убывающей, убывающей, если просто здесь перепутаны знаки, изменены знаки. Ну, то же самое не убывающей, не возрастающей обозначения. Обычные f стрелка наверх, f стрелка вниз, ну и там f как-нибудь вот туда вот. Если функция не возрастает, не убывает, она называется монотонной. Если она возрастает, то убывает, она называется строго монотонной. И еще одно определение, которое мы здесь дадим, определение, определение точка локального экстрема. Значит, f с точкой c это локальный максимум функции f. Если найдется такая окрестность в точке c, такая что, для всех точек из этой окрестности выполняется неравенство f от x строго меньше или меньше либо равно f от c. Меньше либо равно f от c. То есть, значение функции f в точке c является наибольшим среди всех точек этой окрестности. c является, называется точкой локального максимума функции f. Если найдется такая окрестность в точке c, такая что, для всех x из этой окрестности выполняется условие f от x строго меньше f от c. Тогда, значит, c называется точкой локального максимума, строго локального максимума. То же самое можно ввести определение локального минимума функции f, если здесь знак другой, то есть f от x больше f от c. Значит, здесь функция, значение функции f в точке c является наибольшим среди всех значений функции в окрестности, а здесь оно является наименьшим. Будем говорить, что функция f имеет в точке c локальный экстремум, если она имеет либо локальный максимум, либо локальный минимум. Ну, тут иногда еще меньше, либо равно пишут, меньше, либо равно, значит, не строгий, максимум не строгий минимум. Ну вот, теперь давайте докажем следующие важные теоремы. Первая теорема, это необходимое, простите, достаточное условие возрастания функции в точке. достаточное условие возрастания функции в точке. Итак, если функция f дифференцирована в точке c, если f дифференцирована в точке c, в точке c, и ее производная в этой точке, и f' от c строго больше нуля, то функция f возрастает в точке c. Ну вот, значит, как это доказывается? Как это доказывается? Ну, если f' от c меньше нуля, то, значит, что бывает. Ну, то есть, докажем эту теорему. Итак, пусть f' от c больше нуля, и напишем определение того, что означает производная функция в точке c. Итак, f' от c равно пределу при x стремящемся к c f' от x минус f' от c делён на x минус c. f' от x минус f' от c делён на x минус c. Ну, это как бы дельта x, это f' от x плюс дельта x. Ну вот, значит, если это больше нуля, то мы можем записать по определению. f' от c равно вот этому. Давайте теперь распишем через определение. Это означает, что для любого f' от c больше нуля. Вот выберем f' от c. Она же у нас больше нуля. Найдётся такое дельта, такое, что для всех, значит, x принадлежащих вот этой вот дельта окрестности в точке c выполняется неравенство модуль f' от x минус f' от c делён на x минус c минус f' от c строго меньше f' от c. Раскрываем этот модуль со знаком плюса, со знаком минус, перенося f' от c вот в эту вот левую и правую сторону, мы получаем вот такое неравенство. 0 меньше f' от x минус f' от c делённое на x минус c меньше, чем 2 f' от c. Ну вот, ну, запустя говоря, нам важно вот это неравенство. Оно показывает, что знак разности f' от x минус f' от c и x минус c совпадают. А это как раз мы попадаем в вот это определение, определение возрастающей функции в точке c. Это у нас, значит, функция f, означает, что функция f возрастает в точке c. Вот, значит, такой вопрос. Является ли вот это условие необходимым для того, чтобы функция f возрастала в точке c? Дефинитируемая функция. Нет, безусловно, не является. Потому что мы можем рассмотреть функцию, ну, тут всегда рассмотрится случай f' от x равно x куб. f' от x равно x куб. У вас с этой производной функции в нуле это ноль. В нуле это ноль, но, понятное дело, в точке ноль функция x кубе является возрастающей. Поэтому строгая положительность производной функции в точке не является необходимой для того, чтобы функция возрастала в точке c. Давайте рассмотрим теорему, которая называется необходимое условие локального экстрема или теорема фирма. Напишем, теорема фирма. и так, значит, если функция f дифференцирована в точке c и имеет в этой точке локальный экстрема, ну, то есть либо локальный максимум, либо локальный минимум, то ее производная этой точке равна нулю. Ну, доказательство очевидное, я его вам расскажу на пальцах. Пусть функция в дифференцированном в точке c имеет в этой точке локальный экстрема. Следовательно, она не является там ни возрастающей, ни убывающей. Доказательство теоремы фирма. Пусть функция в дифференцированном в точке c и имеет в этой точке локальный экстрема. Если она имеет локальный экстрема, то она не может ни возрастать в этой точке, ни убывать в этой точке. А это значит, что не выполняется ни f'c больше нуля, ни f'c меньше нуля. Ну а значит f'c может быть равно только 0. Ни это, ни это. А значит оно равно 0. Ну вот, вот это вот доказательство данной теоремы. Небольшое замечание. Необходимо в слое локального экстремума. Если функция f имеет в точке c локальный экстремум, то либо производная в этой точке не существует, ну например, в модуль x. Либо производная равна бесконечности, это, ну например, корень из модуль x. Либо производная равна нулю. Это вот необходимые условия локального экстремума. Следующая великая классическая теорема с дифференцированной функцией теорема Д'Арбу. Следующая теорема классическая с дифференцированной функцией. Итак, пусть функция f дифференцирована на отрезке АВ на В. Тогда ее производная f' f' принимает на этом отрезке на АВ все значения между f' от А и f' от В. и все значения. Аш-трихота, аш-трихота. Ну вот это такая теорема, которая доказывается с помощью теоремы Херма. Следствие за этой теоремой важно очень, что производная не может иметь точку разрыва первого рода. точку разрыва второго рода она безусловно может иметь например f' от и... простите, f' от х это х квадрат на синус 1х. Тогда у вас производная f' от х это есть 2х на синус 1х минус косинус 1х имеет точка разрыва второго рода. Следующая теорема, которую мы с вами разберем это теорема Ройля. Теорема Ройля. Она имеет следующую формировку. пусть функция f непрерывно на отрезке АВ пусть функция f дифференцируема внутри отрезка, то есть на интервале АВ дифференцируема на интервале АВ и пусть третье условие f' от А равно f' от B f' от А равно f' от B вот этих вот трех условий достаточно для того, чтобы существовала точка кси лежащая на интервале АВ такая, что производная в этой точке штрих от кси обращается в ноль. Доказательства. Значит, так как функция f непрерывно на отрезке АВ то по второй теореме Верштрасса она достигает на этом отрезке своего минимального и максимального значения. По второй теореме Верштрасса функция f достигает на АВ ну и тут, собственно говоря, нужно рассмотреть следующие два случая. первое, когда супремум М равен М давайте, супремум М большое а амфимум М маленькое вот если супремум равен амфимуму это означает, что функция представляет из себя константу f это константа вот, но если f это константа то ее производная давайте напишем конст штрих это и есть предел конст минус конст на дельта х моль очевидно поэтому если f константа то во всех точках отрезка АВ производная равна нулю f штрих это резный нуль вот, ну и второй случай когда m строго больше чем m маленькое тогда f уже не константа тогда, значит, в силу того, что f от А равно f от Б у нас получается, что хотя бы один из экстремумов либо максимум, либо минимум лежит внутри интервала ну смотрите, если f от А равно f от Б а m большое, больше чем m то хотя бы один из экстремумов лежит хотя бы одна из точек экстремумов лежит внутри этого интервала ну вот и все а во всех точках интервала она у нас дифференцируема следовательно существует хотя бы одна точка из интервала которая производная равна нулю f т х от Т равно нулю ну все теорема 0 доказана это вот очень важная теорема следующая теорема, которую мы рассмотрим ну с моей точки зрения имеет наибольшее количество следствий среди всех теорем математического анализа это теорема теорема великая теорема знаменитая теорема теорема Лагранжа теорем Лагранжа о конечном приращении и так f пусть пусть функция f непрерывно на отрезке на отрезке пусть функция f дифференцируема на интервале тогда найдется точка кси лежащая внутри отрезка на интервале такая что f от b минус f от а деленная на b минус а равно f штрих от кси f штрих от кси вот такая вот точка кси найдется вот эта формула называется формула конечных прощений Лагранжа и так значит для того чтобы доказать эту теорему надо рассмотреть вспомогательную функцию я ее как обычно обозначаю f от x f от x это есть f от x минус f от b минус f от а деленное на b минус а умножить на x минус а вот ну и собственно все доказательная теорема заключается в том чтобы доказать что данная функция f большое удовлетворяет всем условиям предыдущей теореме теореме ролля и если эти условия выполнены то найдется точка кси в интервале что f штрих от x равно нулю а с другой стороны это есть f от x минус f от а деленное на b минус а и вот справедливо ну все это равно 0 и поэтому справедливо форма конечно прощения лагранжа теорема лагранжа существует много следствий значит первое следствие это значит условия монотонности функции будем говорить что функция f возрастает или убывает на интервале abm ну или не возрастает не убывает возрастает на интервале abm если для любых двух точек x1 и x2 связанных вот таким вот неравенством из интервала abm выполнено что f от x1 строго меньше f от f x2 меньше f x2 ну вот значит ну то же самое значит убывающая на интервале abm и невзрастающая это просто вот меняются вот эти вот знаки прошли следствие признак монотонности функции признак монотонности функции давайте ось primer n а если напомнить признак монотонности функции значит если в любой точке некоторого интервала АВ, если в любой точке интервала АВ производная функция F не положительна или не отрицательна, если производная F' больше либо нуля или F' меньше либо нуля, то функция F не убывает, значит, вот здесь не убывает и здесь не возрастает. F не убывает, не вырастает на этом интервале АВ. Ну, доказательство, оно достаточно простое. Пусть у вас есть какие-то две точки, X1 меньше, чем X2, а, определения тут нету. Пусть какие-то две произвольные точки X1 и X2. И если теперь рассмотреть функцию F на отрезке X1 и X2, то на этом отрезке в силу дифференцирующего интервала все справедливо условия теоремы Лагранжа. Если эти условия справедливы, то мы имеем F от X1 минус F от X2 деленное X1 минус X2 это и есть F' от X2. Ну и вот теперь, значит, все зависит от знака производной. Если это больше 0, то X1 минус X2 не равно 0. то, значит, знак F от X1 минус F от X2 совпадает с X1 минус X2. То есть функция не убывает, но если это меньше 0, то она не возрастает. Все, данное следствие доказано. Следствие 2. Критерий постоянства функции. Критерий постоянства. Непрерывная на отрезке АВ функция. Непрерывная на отрезке АВ функция. Постоянно. Постоянно. Тогда и только тогда. когда ее производная равна нулю во всех внутренних точках. Ну давайте F' равно нулю на интервале АВ. Ну, смотрите. Значит, доказательства. В одну сторону, если функция F постоянно, тогда производная равна нулю. Мы это уже с вами доказали. Вот. Доказательства. Это было. Теперь в другую сторону. Пусть у вас функция производная равна нулю. Давайте возьмем произвольные две точки X1 и X2 из интервала АВ. Тогда на отрезке X1 и X2 для функции F выполняются все условия теремии Лагранжа. Мы имеем F от X1 минус F от X2 деленное на X1 минус X2 равно F' от X2. А это ноль. Это не ноль. Значит, это ноль. Все. Вслед на F от X1 равно F от X2. А в силу того, что функция F постоянно, мы заключаем, что функция F, простите. А исходя из того, что точки X1 и X2 произвольны, мы заключаем, что функция F – это константа. Последняя классическая теорема, которую мы рассмотрим. Вот тут из этой тройки Ролля, Лагранжа. Последняя теорема – теорема Каши. Итак, теорема Каши. Пусть у нас задана теорема Каши о конечных превращениях. Итак, теорема Каши. Пусть заданы две функции X от T и Y от T. Пусть они непрерывны на отрезке альфа-бета. Пусть они дифференцируемы на интервале альфа-бета. Пусть они дифференцируемы на интервале альфа-бета. Тогда на интервале альфа-бета найдется точка Тау. Такая, что выполняется следующее равенство. X-штрих от Тау на Y от бета минус Y от альфа равно Y-штрих от Тау умножить на X от бета минус X от альфа. X от бета минус X от альфа. Если же производная X-штрих от Тау не равна нулю. Давайте так напишем. X-штрих от Та не равно нулю во всех точках интервала альфа-бета. то X от бета не равно X от альфа. И мы можем поделить на эту скобку и на ту производную. X-штрих от Тау Y от бета минус Y от альфа деленное на X от бета минус X от альфа. И это все будет равняться Y-штрих от Тау деленное на X-штрих от Тау. Ну, доказательство этой теоремы, ну как всегда для всех великих теорем, оно несложное. Оно несложное, мы используем дополнительную функцию Ф-большое Т равную X от Т на Y от бета минус Y от альфа минус Y от Т. X от бета минус X от альфа. Можно проверить, что функция Ф-большое удовлетворяет всем условиям теоремы Ролли. Она дифференцируема на интервале, она непрерывна на отрезке. Ф от альфа равно Ф от бета. А значит, найдется точка Кси, ну Тау, вначале Тау из интервала альфа-бета такая, что Ф-штрих от Тау равна нулю. Ну, подставляя вместо F, ну, дифференцируя, получается, X-штрих от Т на эту константу минус Y-штрих от Т на эту константу. Подставляя вместо Тау, мы получаем как раз вот эту самую формулу. Вот эту. Теперь смотрите. Смотрите. Значит, если производная функции X не обращается в ноль ни в одной точке интервала, то это означает, что X от альфа не равно X от бета. Почему? Потому что иначе у нас для функции X справедливости и утверждения теоремы Ролли. Что это за условия? Функция непрерывна на альфа-бета, дифференцируема на интервале. Значит, если бы это выполнялось, то у нас выполнялись бы все условия теоремы Ролли. То есть непрерывны на отрезке, дифференцируем на интервале. X от альфа равно X от бета, а значит существует точка Тау в интервале альфа-бета, в которой X-штрих от Тау равна нулю. Ну вот, а она не равна нулю. Так что теорема Каше о конечных прощениях доказана. Теперь давайте перейдем к двум теоремам, которые очень любимы студентами. И они даже ввели в обиход глагол лапетировать. Значит, это правила Петаля. Правила, которые помогают при раскрытии неопределенностей. Итак, раскрытие неопределенностей правила Петаля. Значит, теорема. Теорема 1. Первое правило Петаля. Первое правило Петаля. Кстати говоря, то же самое Нила Петаль Даже не то, что не первым А он вообще не является автором Этой теоремы А автором Является Бернули Иоганн Бернули Значит, задача, которую Мы сейчас исследуем, это задача Учтения предела Отношение Функции f к g Если у вас Предел при х, имеющемся к Если у вас при х, имеющемся к f от х, стремится к нулю И g от х, стремится к нулю То мы говорим, что Предел представляет из себя неопределенность Видно 0, зеленая на 0 Неопределенность, потому что Этот предел может быть любым числом От минус до плюс бесконечности И вот если Задана такая задача с неопределенностью 0 на 0 То иногда бывает полезным Первое правило питания Значит, о чем оно гласит Значит, пусть выполнено следующее условие Пусть выполнено Пусть выполнено Первое Функции f и g Дифференцируемы в проколотой окрестности точки А f и g дифференцируемы В какой-то проколотой окрестности точки А Это первое условие Второе условие Производная функция g g штрих от х не равна нулю Не равна нулю В этой проколотой окрестности точки А Третье Предел функции f и g При х стремящемся к а Пределы совпадают и равны нулю Это третье условие Четвертое условие Существует предел отношения производных f штрих к g штрих При х стремящемся к нулю Ой-ой-ой, я тут пишу нулю Х стремится к При х стремящемся к Равны числу l большое Конечный или бесконечный? Конечный или бесконечный? Тогда Вот тогда Это всего достаточно Чтобы существовал предел отношения Функции f к g При х стремящемся к а И этот предел равен как раз Вот этому пределу отношения производных f штрих к g штрих f штрих к g штрих Ну сразу же я расскажу Как на практике Применяется правило на питале Если у вас есть неопределенность вида 0 на 0 То Значит это Ну и допустим вот эти вот условия Выполняются Если они равны по нулю То мы можем взять и продифференцировать Продифференцировать только вот не дробь Продифференцировать А продифференцировать отдельно Числитель и продифференцировать знаменатель Вот И может так случиться Что предел вот этих производных Предел отношения производных Он более простой Нежели предел отношения функций И тогда Если он существует И равен какому-то числу То и предел отношения Значит Исходный Также равен вот этому самому числу Значит Вот условия Ну Тут нужно обратить внимание Что если Вот вы продифференцировали Или как говорят студенты Пролапетировали Пролапетировали Это значит Дифференцировать Числитель Дифференцировать Знаменатель Отдели Значит Вот вы пролапетировали И у вас получилось Предел не существует То есть Это еще ни о чем не говорит Что не существует Предела Исходного Это можете Посмотреть Примеры В моих лекциях Я там это Примеры приводил Ну вот Теперь давайте докажем Эту теорему Доказательство Этой теоремы Ну Перти Пролапетали Это еще не очень Сложно Значит Пусть у вас Значит Ну давайте В точке Вообще говоря Они не определены Вот вы тут Проколотая Окрестность Точки А То есть Давайте Доопределим ФСЖ В точке А По непрерывности То есть Значит Положим Мы в точке А Равны Их Пределам В точке А Вот Сейчас Вот Ой Извините Я Сделал ошибку Здесь Они равны Равны нулю Я по-моему Это правильно Сказал Но неправильно Записал Итак Мы Значит Продолжаем По непрерывности И Теперь Мы Берем Какую-то Произвольную Последность Точек ХН Сходящуюся К точке А ХН Не равно А И тогда На Отрезке ХН А Ну если ХН Стремится Как слева Или АХН Если справа АХН Если справа Вот На этом Отрезке Вы выполнены Все условия Теорем Каши Которого Мы только что С вами доказали Значит Распишем Эту Теорему Ф От ХН Ну допустим Ну неважно Ф От ХН Минус Ф От А Деленное На Ж От ХН Минус Ж От А Минус Ж Это Равно Ф Штрих От Так 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 Кси Н Деленное На Ж Штрих От Кси Н Точка Кси Н Находится На Соответствующем Отрезке Она Вообще Горя Зависит От Отрезка То есть Зависит От ХН И Теперь Если Мы Перейдем К пределу При Н Стремящемся Бесконечности У нас Значит Смотрите ХН Стремится К А Так Как У вас К С Н Попопопопоп Например Оно Больше Чем А И Меньше Чем ХН Ну Вот Значит Посмотрите Играет теорема о двух милиционерах Это к нулю Это к нулю, значит это к нулю Ой, простите Это к А, это к А Не к нулю, к А Поэтому это тоже стремится к А Ну и получается, что Справа мы имеем Вот этот предел Пункта 4 Поэтому это есть L А значит это тоже L А так как это 0 Значит предел отношения вот этих вот Функции fxn к gxn Значит равен числу L Так что вот первое правило петаля Оно просто очень И оно доказано Второе правило петаля Но я это вот не стирал И я просто исправлю Второе правило петаля Значит пусть функции f и g Опять же дифференцируем В какой-то проколотой окрестности точки А Путь производная функции Стоящего в знаменателе Или же штрих не равна нулю По проколотой окрестности точки А И вот А тут значит смотрите коллеги Вот третье условие Оно изменяется Оно изменяется на предел функции Стоящей в знаменателе g от x При x имеющем всех Пусть этот предел равен бесконечности И существует предел отношения производных L Конечный или бесконечный Вот этих вот четырех условий Достаточно для того Чтобы существовал Предел отношения функции f к g И чтобы он тоже Вольнялся в числу L Равный числу L Ну вот Обращаю ваше внимание Друзья Я взял вот такое вот условие То есть у меня только производная То есть только функция Стоящая в знаменателе Стремится к бесконечности То есть понятно Что если функция f у вас Не стремится к бесконечности То никакой неопределенности у нас нету Но и поэтому вот во многих учебниках Эта теорема формулируется не очень правильно Тут требуется чтобы и функция f стремилась к бесконечности Вот чтобы функция стоящая в числителе Стремилась к бесконечности Это вот не нужно Значит для выполнения этой теоремы Поэтому данное условие я буду опускать То есть у нас условие только функция g Стремится к бесконечности Вот это вот четырех условий Достаточно для того чтобы Ну вот существовал предел отношения функции Ну давайте докажем эту теорему Докажем второе правило Петеля Итак давайте выберем произвольные две точки x и y Из вот этой вот значит Окрестности точки А Ну давайте знаете что Я все таки вот тут еще добавил Дельта окрестности То есть возьму симметричную окрестность Мне это будет немножко удобнее Итак для любого x и y Привяжающего значит дельта окрестности точки А Вот рассмотрим две произвольные такие точки Значит пусть они у вас расположены вот так А меньше x меньше y И меньше то что они лежат здесь Меньше чем а плюс дельта Ну вот и теперь давайте применим теорему Каши На отрезке x и y Мы получаем f от x Минус f от y Деленый на g от x Минус g от y Равно f штрих Вот кси понятное дело Зависит от отрезка На котором рассматривается теорема Каши То есть f штрих от x и y f штрих от x и y И g деленное на g штрих от x и y Ну вот Теперь давайте мы преобразуем вот это вот равенство Вытащив g от y Ну мы x значит Значит мы как-то фиксируем А нет сейчас просеете Мы должны g от x вынести за За скобки 1 деленное на g от x И давайте его Ну давайте не буду спешить 1 деленное на g от x Умножить на f от x Минус f от y Деленное на 1 минус g от y На g от x Вот это равно f штрих от x Ну кси от x и y Деленное на g штрих от x Ну вот И теперь давайте коллеги мы сделаем вот что Мы теперь вот домножим левую и правую часть вот на это 1 минус вот эту вот разность И получается Получается Я вот сюда перехожу Вот сюда Получаем f от x Минус f от y Деленное на g от x Равно f штрих от кси от x y Деленное на g штрих от кси от x y Умножить на 1 минус Минус f от x Минус f от x g от y Деленное на g от x Ну вот И теперь давайте Значит Ну во-первых Вот эту дробь f от x Деленное на g от x Здесь оставим А дробь минус f от y Деленное на g от x Мы перебросим сюда Получаем плюс Вот это вот мы Перебрасываем сюда И получаем здесь Плюс f от y На g от x f от y На g от x И мы получаем Следующее равенство А f от x Деленное на g от x Равно вот этому вот выражению Давайте теперь Друзья Вычтем l Константу из левой и правых частей И мы имеем f от x g от x Минус l Равно Так, 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 так f штрих от кси На g штрих от кси Ну, тут умноженное на единицу Минус l Минус f штрих от кси На g штрих от кси Умноженное на g от y На g от x И плюс f от y Зеленый на g от x Плюс f от y На g от x Ну вот, друзья, смотрите Мы делаем Хоп, хоп А здесь Модуль суммы не происходит Сумма модулей Хоп, хоп Хоп Хоп, 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 хоп Хоп, хоп Ну, даже вот так И здесь вот так Ну вот, теперь посмотрим Значит, производная Мы теперь, друзья Мы, мы, мы Вот здесь вот Устремляем x, k g от x Стремится к бесконечности f штрих от кси Деланное на g штрих от кси Минус l Стремится к нулю Потому что Вот оно условие Вот это Четвертое условие f штрих от кси f штрих от x Деланное на g штрих от x Равно l Значит, это можно сделать Меньше там Эписянт на 3 Эписянт на 3 Теперь смотрите Вот это у вас Все константы 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 А это стремится К бесконечности Вот это стремится К бесконечности Значит, это все Стремится к нулю Это можно сделать Меньше чем Эписянт на 3 А это то же самое Это Постоянное А это стремится При стремящемся Как к бесконечности значит, все это тоже может сделать меньше ε на 2 ну, коллеги, значит вот тут, конечно, нужно делать более аккуратные вычисления более аккуратные оценки но суть она вот именно такая суть она именно такая и отсюда получается что f от x от x стремится к l при x имеющем чк все, второе правило педали доказано производные высших порядков ну, для функции одного перемена достаточно легко ввести понятие производные высших порядков оно там вводится используя индукция то есть мы считаем что f в нулевой степени производная простите производная нулевая от функции f это сама f ну, первая это f' который мы уже вводили сегодня а дальше мы вводим вот так производная n-го порядка это производная n-1-го порядка вот так вот ну, то есть если она существует конечно то есть мы можем вот сделать вот взяли функцию продифференцировали ее получилась еще какая-то функция вот если эта функция также будет дифференцирована это не всегда бывает но иногда бывает значит, если ее продифференцировать это уже будет вторая производная исходная функция то есть f' и так далее мы так вводим производную n-го порядка ну давайте как упражнение давайте вот так вот exercise найдите производную n-го порядка синуса равна чему там косинуса ну, понятно, что экспонент это экспонента значит ну и вот посчитайте n-ую производную и к степени n ну, можете легко догадать общую формулу а потом по методу индукции методу математической индукции все это доказать и теперь давайте сформулируем теорему которая носит имя теоремы Лейбница или формула Лейбница Лейбница и так пусть у вас функции У и В деференцируемы n раз n раз на каком-то отрезке АВ пусть они деференцируемы n раз на отрезке АВ тогда для их для производной n-ого порядка от их произведения сприлет следующая формула это сумма по k от 0 до n c из n по k умножить на на k-ой производной функции У и на n-k-ой производной функции В понятно, что это очень похоже на формула бенома бютона и доказывается как беном бютона методоматематической индукции для n равной единице это у нас просто будет формула производное произведение и а дальше просто индукционный переход вы доказываете как беном бютона давайте теперь поговорим немножко о приближении функции многочленом и сформулируем и докажем формулу Тейлора и так пусть у нас есть функция f ну которая имеет производные достаточно высокого порядка и мы хотим приблизить ее некоторым многочленам почему это так нужно потому что функция f может быть сложной синус косинус экспоненты а самая простая функция это многочлен ее очень просто дефилизировать предел находить и вообще с многочленами работать очень просто поэтому мы хотим сейчас представить эту функцию в виде какого-то многочлена n порядка ну желательно чтобы этот многочлен еще приближал и приближал нашу функцию p n от x с точностью до какого-то какой-то погрешности rn от x от x вот так вот ну и теперь давайте подумать а какой собственно говоря многочлен скорее всего лучше всего приближает функцию f а тот многочлен у которого все производные ну вот какой-то точке x0 все производные в точке x0 совпадают производные функции f а что же это за многочлен такой я когда рассказываю эту теорему на своих лекциях я обычно студентам вначале даю разложить в ряд Тейлора представить многочленом многочлены самый простой вариант и после этого это наталкивает нас на то как должен выглядеть общий многочлен значит f от x 0 плюс f штрих от x 0 плюс f 2 штриха в точке x0 на 2 на x минус x0 в квадрате плюс и так далее плюс n производные в точке x0 деленное на n умножить на x x0 в степени n вот такой многочлен почему выбран именно этот многочлен да потому что в точке x0 p от x0 он будет равен f от x0 потому что это все обнулится и это означает что он равен функции f в точке x0 теперь дифференцируем этот многочлен это уничтожается это тоже скобка уходит остается f' x0 это все уничтожается когда мы поставим место x x0 и получается что производная первая в точке x0 это равна в точности f' x0 ну вот и дальше мы дифференцируем каждый раз то есть это у вас значит дифференцируем уничтожается это двойка спускается два факториала сокращается и получается что вторая производная это f' x0 n производная многочлен равняется fn производная в точке x0 значит то есть до n порядка все производные функции f многочлена pn совпадают так вот поэтому давайте подставим сюда вместо многочлена вот этот многочлен и запишем эту формулу f от x равно так давайте мы в компактном виде это запишем значит тут мы запишем 1 факториал здесь на 0 факториал и тогда вот этот многочлен будет равен в сумме по сумме k от 0 до n n k производная в точке x0 деленная на k ф умножить на x-x0 в степени k сумма от 0 до n ну вот ну так как это не многочлен а это многочлен нам обязательно нужно здесь поставить какую-то погрешность и вот это равенство называется формулы Тейлора формула Тейлора для функции f точки x0 вот это многочлен называется многочленом Тейлора многочлен Тейлора а это остаточный член остаточный член формулы Тейлора формулы Тейлора ну и собственно говоря вся вот эта вот теория вот этой формулы Тейлора заключается в том чтобы получить какие-то оценки на остаточный член то есть вот без этих оценок эта формула не имеет никакую вообще не играет никакую роли а с оценками все очень хорошо оценки тут получаются оценки тут получаются оценки получаются самые разнообразные итак теорема формула Тейлора с остаточным членом в форме пиано теорема Тейлор пиано 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 итак если существует конечная производная н порядка функция в точке x0 а н это какое-то натуральное число то для н оставшихся членов формулы Тейлора справедливо следующая формула так давайте х х 0 назовем то rn от xx0 это есть о малое от x-x0 степени n н но малое понятное дело при х стремящемся к x0 вот такие вот дела значит доказывается это формула используя первое правило петаля проще всего мы берем вот этот вот оставший член rn xx0 и делим его на вот эту x-x0 степень n x-x0 степени n ну и смотрите как мы уже дальше выше отметили в точке x0 данные остатки rn равен нулю для всех производных 1 2 3 и так далее n поэтому значит если мы будем сейчас это x стремить к x0 у нас и это стремится к нулю и это стремится к нулю и мы ну понятно что это все дефинцируем это не обращается в ноль поэтому мы лапитируем мы лапитируем n минус 1 раз n минус 1 раз мы это все делаем лапитируем и получаем здесь значит в результате n минус первую производную n минус первую производную здесь n н x минус x 0 значит x x ну последний раз лапитируем нельзя потому что это уже вообще говоря выражение ну смотрите вот это f минус вот это это у вас будет функция f какой-то окрестности точки x в нашей теореме у нас существует только n производная в самой точке x 0 то есть все производные до n они существуют ну потому что иначе у вас не существовали бы производные более высокого порядка просто из определения это следует а n производная функция f может не существовать в какой-то окрестности поэтому мы просто-напросто вычитаем rn от x 0 и переходим к пределу вот этой вот отношении и получаем здесь n n производную n соотношение деленное на n факториал что у нас есть в пределе 0 потому что здесь уже неопределенность в знаменателе ушла а тут стремится давайте напишу rn n производная x 0 x 0 на n факториал что есть 0 ну вот поэтому вот n на старший член есть o малое от x-x0 в степени n по определению о малого которое у нас было в теме обо симпатическом сравнении функций поэтому вот такой результат и так теорема Тейлора соотношение в форме Лагранжа теорема Тейлора Лагранжа Тейлор Лагранж и так значит пусть у нас дана какая-то функция f и пусть точка x либо больше чем x0 либо меньше чем x0 то есть находится либо справа либо слева от точки x0 значит а и пусть у нас n производная ну есть какое-то число n z плюс то есть например целая положительность либо 0 либо там 1 2 3 и пусть есть у нас n производная а значит функция f и она у нас непрерывно на отрезке от x до x0 n плюс 1 производная пускай у нас будет сейчас n производная пусть она производная тут опечатка непрерывно на отрезке от x минус x0 и существует n плюс 1 производная на интервале от x x0 ну или x x0 x если вот этот значит вот этот случай мы рассматриваем вот вот этих вот вот этих всех условий достаточно для того чтобы распределила формула Тейлора со статичным членом в форме Лагранжа r n от x это есть n плюс 1 производная точка x0 x0 это какая-то точка лежащая между x и x0 f n плюс 1 в точке x деленная на n плюс 1 факториал умножить на x минус x0 в степени n плюс 1 вот такое вот выражение для значит n на оставшем членом формуле Тейлора при вот таком условии это оставшем членом называется оставшем членом форме лагранжа значит давайте чуть-чуть подумаем когда вот мы рассматривали оставшем членом форме пиано получали здесь омалое вместо оставшем членом омалое от x0 вот этот вот оставший член он очень полезен и бывает когда мы ищем что-то вблизи точке x0 то есть какой-то окрестности ну это у вас используется когда вычисляется предел предел форму Тейлора с оставшем членом форме лагранжа это просто вот то что нужно человеку а если вам нужно сделать оценку функций на значит каком-то отрезке то оставший член в форме пиано он совершенно как бы бессмыслен потому что мы знаем только локально значит этот вот оценку для этого оставшего члена и когда требуется сделать оценку на функцию на каком-то промежутке то вот тут работает у нас значит формула Тейлора с оставшем членом форме лагранжа так доказательства этой теоремии рассмотрим вспомогательную функцию обозначим ее f от t f от t это есть f от t минус t на t минус константа m умноженная на t минус x 0 в степени n плюс 1 и вот эту константу m мы выбираем из условия того чтобы f от x равнялась нулю функция фи обращалась в ноль в точке x поэтому m это есть f от x минус p от x деленное на x минус x 0 в степени n плюс 1 f от x минус p от x деленное на x x минус x 0 соответственно выбрать константу m вот из этого условия то мы как раз получаем что f от x равно нулю ну и теперь смотрите f от x равно нулю f от x 0 тоже равно нулю почему потому что значит f от x rn это x 0 то есть остаток ну помните мы говорили что вот этот многочлен он совпадает с функцией f и до всех все ее производные до порядка n включительно в точке x 0 это это 0 а тут просто сокращается x 0 минус x 0 0 поэтому это 0 это 0 и мы применяем теорему Лагранжа на отрезке ограниченными точками x и x 0 значит f от x получается так 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 минус f от x 0 деленное на x минус x 0 равно фи штрих в какой-то точке x1 ну и теперь смотрите фи штрих от x1 вот фи от x минус фи от x0 это 0 это не 0 значит вот это 0 то есть мы получили точку x1 в которой производная вот этой нашей вспомогательной функции фи вращается в 0 и теперь мы можем уже для функции фи штрих записать теорему Лагранжа то есть смотрите фи штрих от x1 равно 0 теперь фи штрих в точке x0 равно 0 потому что это будет x0 минус x0 0 а это будет rn от x0 то есть тоже 0 поэтому фи штрих от x0 равно 0 чем мне нравится это доказательство тем что вот тут такой вот вычислительный процесс строится то есть вначале у нас было приближение точки к си это вот это вот точка x потом мы нашли точку x1 а x1 у нас здесь находится между x и x0 0 x0 теперь мы в которой производная равна нулю дальше мы вычисляем вторую производную в какой-то точке фи 2 ну то есть применяем теорему Лагранжа уже для функции фи штрих и получаем точку x2 в которой вторая производная равна нулю и так мы делаем n плюс 1 раз и мы получаем значит опять же ноль здесь мы получаем n плюс первая производная производная n плюс первая производная в точке кси это обновляется после n плюс 1 дефицитирования здесь получаем минус m на n плюс 1 факториал вот это мы плюс 1 раз дефицитировали и получаем что так значит да и получаем представляем вместо m вот вот это вот f от x минус pn от x это как раз rn от x мы как раз получаем ну то что нужно вот эта форма ну просто возьмите посчитайте то есть n первая производная в точке кси минус m где m это вот это rn от x умноженное деленное x минус x 0 степень n плюс 1 умноженное на n плюс 1 факториал n плюс 1 факториал получился после n плюс 1 дифференцирования вот этого выражения и тогда вот получается вот так ну в точке формула Гранжа итак теперь мы готовы доказать два важных подтверждения а именно достаточные условия локальных строя ну точнее первое достаточное условие мы могли бы уже доказать давно когда после страны после тереми Лагранжи а вот второе достаточное условие в терминах старших производных нам нужно использовать сейчас будет форму Тейлора со статьей члена в форме пиано значит итак утверждение первое достаточное условие первое первое достаточное условие локального экстрема я напомню вам что помните у нас было необходимое условие локального экстрема и там у нас мы понимаем что оно не является достаточным у нас был пример f x кубик производная равна нулю но локального экстрема там нету а там так называемая точка перегиба так вот для того чтобы точка все таки была точка локального экстрема нужно более tekrar и так пусть функцияł f непрерывно в точке x0 пусть функцияł f непрерывна в точке x0 и дефилинцирована в какой-то проколотой окрестности на точке x0 она может быть и не дифференцирована и дифференцировала в проколотой окрестности точки x0 значит пусть это так теперь пусть производная штрих меняет знак при переходе через точку x0 то есть у вас ну давайте напишу пусть производная штрих производная штрих меняет знак при переходе через x0 вот этих всех условий достаточно для того чтобы точка x0 была бы точка локального экстрела давайте докажем не ограничивая общности будем считать что f штрих у нас значит больше нуля слева от точки x0 и f штрих меньше нуля справа от точки x0 для этой функции выполняются все условия теорема лагранжа давайте запишем теорема лагранжа для вот этих вот на отрезке x и x0 значит что получается получается f от x минус f от x0 это есть f штрих от xi где xi это некоторая точка на интервале от между x и x0 умноженное на x минус x0 получается что вот у нас произведение стоящее слева оно имеет разные знаки но исходя из этого следует на это произведение их меньше нуля следовательно это меньше нуля и получаем f от x меньше чем f от x0 вот если я тут нигде не запутался не запутался то получается что f от x0 точка x0 это точка локального максимума функции f это теорема доказан то же самое для минимума понятно если у нас она ну f штрих меньше нуля здесь больше нуля здесь то это точка минимума следующее утверждение называется достаточное условие локальное экстремума терминок старших производных и так пусть у нас известно что все производные функции f до производной n обращается в ноль обращается в ноль f' от x0 ну то есть в точке ноль является f' от x0 и так далее n минус первая производная в точке x0 все эти производные обращаются в ноль а n производная нулю не равна а n производная нулю не равна тогда вопрос на вопрос является ли точка x0 точка локальной экстремума или не является отвечает четность вот это как раз вот четность числа n значит тогда тогда давайте здесь лучше напишем тогда 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 если n четно первое если n четно то точка x0 это является точка локальной экстремума тогда x0 это точка локальной экстремума локальный максимум если это производная меньше нуля и локальный минимум если это производная больше нуля ну минимум если n производная больше нуля и максимум если n производная меньше нуля Но если N, первая производная, которая не вращается в ноль, является нечетной, 2К плюс 1, то тогда Х0 не является точкой локального экстрема, а Х0 является точкой перегиба и входит в участок монотонности. То Х0 это точка монотонности. Возрастание при N производной больше нуля и убывание при N производной меньше нуля. Доказательство этого факта вытекает из теоремы Тейлора. Теорем Тейлора, например, Теорем Тейлора соответствующий член в форме пиано. Давайте запишем эту теорему Тейлора. Получаем f равно, первое у нас слагаемое f , вообще говоря, не нулевое, а дальше у нас все нули. Все нули, плюс ноль, плюс ноль и так далее, плюс ноль и плюс вот только последнее. n-ая производная в точке Х0, деленная на n! умножить на х-х0 в степени n, плюс о мало от х-х0, знаете, я напишу о мало от х-х0 в степени n. Это бесконечно малая альфа от х умножить на х-х0 в степени n. Ну вот, теперь смотрите, f-х0 мы перебрасываем налево, получаем f от х-х0, а справа мы выносим х-х0 в степени n за скобки. x-х0 в степени n, так-так-так-так-так-так, n-ая производная в точке Х0 на n! epppp плюс бесконечно малая функция при стремящейся к Х0. Ну и теперь смотрим. Теперь смотрим на показатель n. Если он у нас четный, то при переходе от точки, ну, через точку Х0 вот эта скобка не вменяет знак. И знак вот этой разности зависит от знака вот этой вот скобки. Ну, а он зависит от знака n производной функции в точке Х0. Потому что при х стремящемся к Х0 это все стремится к нулю. Ну и понятно, да? Значит это стремится к нулю, поэтому это становится по модулю меньше, чем вот эта дробь. И все вот это, знак этой разности, зависит от знака производной. Если это меньше нуля, то это тоже меньше нуля и f от х меньше, чем f от x0. А значит f от x0 это у нас локальный максимум. Если это больше нуля, то это больше нуля, значит f от x больше, чем f от x0 И получаем точку X0, это локальный минимум. Если же N это нечетное, то тогда при переходе через точку X0 у нас знак меняется. И поэтому X0 это точка монотонности. Поэтому здесь перескакивает слева здесь, справа здесь. Потому что это одного знака. Вот, все, наверное, на этом заканчиваем. Второе утверждение, достаточное условие локального экспериментарного старшего производства доказано.